Друзья, всем привет! С вами на канале Твой Игровой. Сегодня Денис, Вова и Филипп. И мы поиграем в настольную игру «Звездные войны. Внешнее кольцо». В ней, ну, вы знаете, наверное, все знают эту киноэпопею, космическую сагу «Звездные войны». Вот. И по мотивам данного произведения, это игра, в ней мы будем играть за наемников, которые мотаются по галактике, берутся за перевозку разных грузов, не всегда легальных, за разные темные делишки берутся с целью наживы. Настольные игры помогут интересно и увлекательно провести время с семьей, не выходя из дома. Сейчас на сайте Хобби Геймс доступна услуга бесконтактной доставки. В этом случае курьер оставит заказ рядом с вашей дверью и дождется, пока вы примете и посмотрите товар. Оставайтесь дома, не поддавайтесь панике, берегите себя и близких. Не болейте. Мы выбрали уже себе персонажей. Наша цель, как наемников, мы будем, наверное, до восьми играть. Короткую партию, просто чтобы вы поняли, ну, эту игру, этого достаточно будет играть до восьми очков. Славы, то есть каждый из наемников, он, ну, первично, конечно, ему все-таки не деньги, а славу. То есть репутацию в галактике повысить до восьми. Полная партия до десяти, или можно играть типичную партию до двенадцати очков. Мы все выбрали персонажа, и мы должны сейчас завершить подготовку. Вот у меня Боск. И у него сказано, подготовка, карта номер девяносто и репутация среди хаттов. Репутация положительная среди хаттов. У нас в галактике действуют четыре группировки, скажем так. Это хатты, синдикат, империя и альянс. И вот среди хаттов у меня положительная репутация. Это значит, что патрули хаттов, где они? Вот они. Я могу пролетать их спокойно. И также на некоторых планетах я буду получать различные ништяки, если будет контакт с хартами. Карта девяносто, да? А, одна из. Окей. Карта девяносто это моя начальная планета. Кантоника, то есть я начинаю вот здесь. Давайте, кстати, класть, наверное, фигурки, чтобы зрителям сверху было видно. Да просто эту штуку убрать. Есть там, ну, короче, ладно. Да, смотрите. Охота. То есть у меня сразу есть начальная миссия охота. Награда за устранение. Я получу пять тысяч кредитов. И увеличу свою славу на один, если поймаю агента черного солнца. То есть у меня начальное задание поймать агента черного солнца. У нас разбросаны вот эти вот персонажи по планетам. То есть когда вы будете на определенной планете, вы можете вступить в контакт с планетой. Здесь написано, что можно ждать от контактов в этой планете. Вот здесь, видите, нарисованы планеты этого сектора. И два вида контактов. То есть вот, например, на Монкаламаре, скорее всего, вы получите работу или сможете там движение какое-то совершить. Обо всем подробнее попозже. Эти контакты, они отличаются. Вот здесь первый уровень есть, второй и третий. Вот этих личностей. И здесь подсказочка, да, вот первого уровня, скорее всего. То есть среди вот этих первых уровней мне нужно искать вот этого чувака. Потом я там вступлю с ним в бой. И у меня есть будет два варианта. Либо устранить его и получить верхнюю вот эту награду за устранение. Пять тысяч кредитов и славу на один. Либо я могу его захватить и сделать награду за пленение. То есть захватить и доставить его до планеты. В данном случае на релот мне надо будет его привезти. И тогда я получу десять тысяч. И тоже репутацию повыше. Эту карточку я располагаю вот здесь. Работа или охота. Вот так мы ее подкладываем. То есть всего можно работы или охота иметь две. Но если вы берете новую, то вы можете их заменять. Вот. Выполнение. Вот смотрите. То есть как зарабатывается репутация. В основном за выполнение вот этих работы или охоты. За доставку нелегальных грузов. Вот таких контрабандный отсек, например. А, это не груз. Это модификация для корабля. Специально для этих грузов нелегальных. Так. Ну давай тогда ты проходишь свою, да? Давай. А, давай я еще расскажу про своего персонажа. Давай. У него есть личная цель. У каждого персонажа в игре есть личные цели. Они на карточке указаны. Моя цель иметь хотя бы одну модификацию корабля и две карты экипировки общей стоимостью на 15 тысяч. Как только я эту цель выполняю, я получаю одну очко славы, то есть передвигаю вот здесь, да? То есть как бы победную очко. И переворачиваю свою карту. Здесь у меня поменяется... Ну, другой, короче. Новое свойство. То есть выполнив цель, цель есть как у персонажа, так и у корабля. У стартовых нет, но потом мы сможем докупать корабли, и у кораблей также будут свои цели. Все. А, и также у меня есть вот две характеристики, то есть они понадобятся в проверках. Мы будем в контактах, в разных условиях, будем проходить проверки. И если у меня есть характеристика, которая в данной проверке используется, это будет бонусом. Подробнее расскажем далее. Так, как проверить проверки. Итак, у меня подготовка. Карта номер 92. Помешай, пожалуйста. А ты что, я читал как будто с другой стороны? Нет, ну я не читал. Зато так выглядит как будто рандо. Как будто. Начальная планета Кессель. У меня тоже 90. А, окей, окей. Давай читаем. Начальная планета Кессель. Кессель, вот он. О, я не знаю. Не знаю, Кессель, по-моему, падает. Итак, работа. Безопасный путь. Главарю банды Пайков нужен наемный пилот, который доставит его к местному назначению через опасный сектор космоса. Место назначения Орд Мантел. Это вот сюда. Ага. Контакт. Проведите проверку силы или пиротирования. У меня ни того, ни того нет. Замечательно. При успехе эта работа выполнена. При провале ваш персонаж и ваш корабль получают по одному повреждению. Ну, что значит проверки, я чуть позже расскажу. Мы сейчас просто заканчиваем подготовку. Да, ты подкладываешь. У тебя тоже 90. Да, у меня. Начальная планета Релот. Где этот Релот? Релот, вот он. А, ну. Самый вылез как тебе, короче. Охота. Награды за устроение. Получите 5 косарей и ваша слава увеличится на 1. То же самое, только другого тебе надо. Награды за устроение. Доставить жетон лобота на катонику, чтобы ваша слава увеличилась на 1. После того, как вы получите награду с этой карты, вы берете ее из игры. Я знаю этого чувака, он был помощником у этого. Как вам? У Лэнда. Ну, я играю за Ик. Вот тебе надо найти его или убить, либо блюдить. Да, да. Ну, то же самое, как у меня. Смысл тот же, просто ты охотишься на другого человека. Беленькие, первого там. Стартовые, они все первого уровня. Но у Дениса, видишь, отличается. У него конкретно нужно прилететь на планету и там пройти проверку. Да, у меня другая. То есть, победная цель, в принципе, понятна. То есть, Вова у нас играет в первый раз. У нас с Денисом есть одна партия за плечами. Она была очень интересной. Но сейчас новая партия, поэтому для Вовы мы расскажем кратенько правило. Цель победная понятна. До 8 очков славы мы играем. Как только ты зарабатываешь, ты побеждаешь. Ну, не ты или кто-то, в общем. Так, проходит игра следующим образом. Два этапа. Первый этап – это этап планирования. Вот вход игрока. Допустим, мой сейчас первый ход. Какие есть варианты у тебя в планировании? Они указаны в памятке все, в принципе. Вот у тебя есть памятка замечательная. Смотри. Корабль, получить два касселя. Ты выбираешь одно из этого. То есть, ты можешь передвинуться. Вот ты где находишься. Вот я нахожусь вот здесь. Мне нужно найти вот эту единичечку. Да, вот на моей планете, где я сейчас нахожусь, ее нет. Я могу полететь. То есть, движение, фазу планирования. Одно из действий – это движение. Летишь ты на количество двигателей твоего корабля. На пятерку. Да, я вижу. Ты летишь следующим образом. То есть, вот так раз. Сам выбираешь путь. Раз, два, три, четыре, пять. Я могу долететь вот досюда. Что тебя может остановить? Если тебе встречается в пути корабль. Вот у нас есть в корабле патрулей. Они тоже двигаются по определенным правилам. Если ты встречаешь на своем пути корабль, у которого у тебя влияние неположительное, то есть, нейтральное или отрицательное, то ты заканчиваешь, должен закончить движение в точке с этим кораблем. Причем, если у тебя отрицательное влияние, то в фазу контактов ты должен будешь обязательно с ним драться. Но об этом позже тоже. Нейтральное драться не обязан, но можешь. Можешь драться даже с положительными, но это позже. Карта не всегда, репутация в империи. Вот, у тебя и в империи, а у тебя есть? Нет, нету ничего. Это доктор, который работал на империи. У него нейтральная репутация везде. По движению понятно. И должен остановиться вот здесь мальстрём перед кеселем. Вот как лететь в костель, есть одна точка мальстрём, в котором тоже надо остановиться, то есть, закончить движение. Помимо движения, ты можешь получить 2000 кредитов. То есть, просто из банка получаешь 2000. Кстати, на старте у нас ни у кого по нулям денег нет. Нет, ты выдавал по 6 или по 3. А, да, 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 извиняюсь. В этапе подготовки первый игрок получает 4, 6 и 8 мы должны получить. Это, да, 4, сосед слева 6 и Вови 8. Это за порядок хода просто, бонус небольшой. То есть, смотри. Корабль сколько стоит? Корабль твой стартовый ной стоит. Самый дешёвый 5000. 5, 10, 15 и 20. Сейчас мы дойдём до фазы рынка, смотри. То есть, помимо движения, у тебя другой вариант действия. Это небольшая подработка. Ты можешь просто получить 2000 из банка. 2000 вместо движения. Пошла официантка Магдангс. Ну, типа того, да. Официантка Магдангс, да. Или ты можешь восстановить все повреждения с персонажа из корабля. Третий вариант действия. Также могут быть у тебя особые действия на картах экипировки, грузов, модификаций. Я понял. Если на них написано планирование, то ты вот можешь его выполнить. Понимаю. После планирования у тебя наступает этап действий. Действий можно выполнять неограниченное количество, но каждое действие не больше одного раза за ход. То есть, вот, например, есть действие рынок. Ты можешь его выполнить один раз, второй раз действие рынок ты выполнить не можешь. Угу. Давай погнали по действиям. По порядку. Доставка груза или добыча. Это действие. Доставка груза. Вот у тебя будет груз, например, ну какой-нибудь. Ты загрузишь груз. На грузе написано, на какую планету его надо доставить. Соответственно, ты добираешься до этой планеты и, выполняя действия, доставляешь груз, получаешь то, что там на карте написано. Добыча то же самое. А если вот твоя добыча, вот, если ты его возьмешь, как бы, да, привезешь на планету и действием ты его доставишь. Действие. Действие есть на карточке персонажа. Ну да, да. Отдельное действие, мы про них тоже расскажем. Действие рынок. Вот смотри, рынок самое интересное. Находясь на планете, когда ты на планете, ты можешь, вот, любую из этих карт, здесь есть пять колод, я сейчас про каждую расскажу. Во-первых, если тебе не нравится какая-то карта, вот, ты можешь покупать то, что сверху лежит только, колод. Если тебе какая-то из этих карт не нравится, ты не можешь ее купить и не хочешь, чтобы она досталась сопернику. Ты можешь один раз за действие рынок взять эту карту, положить под низ и верхнюю карту открыть. Ну, понятно. Пролистать, то есть ты таким образом листаешь колоды. Может быть, ты хочешь себе конкретную карту, ну, из какой-то колоды, но вот это тебя не устраивает, потому что колоды делятся по типам. То же самое, можешь заменить один раз. И покупка. Покупка за вот стоимость, вот, 0, 15 тысяч, 6, 0, 2 тысячи и 10 тысяч. Здесь у нас следующие колоды. Вот это колода кораблей. Сейчас у нас доступен к покупке большегрузный корабль, он стоит 10 тысяч. Если ты покупаешь корабль, ты берешь ему новую карту, меняешь полностью. Вот здесь все твои модификации, грузы, члены команды переезжают на новый корабль. Эту ты сбрасываешь, получаешь новый корабль, у него есть цель, ты можешь его улучшить. Ну, до этого тоже доберемся. У него, соответственно, новые параметры, корабли отличаются. У тебя базовый может возить один груз, одну модификацию, одного члена команды. Здесь, соответственно, смотрим вот этот, например, за 15 тысяч. Три члена команды, два груза, а здесь может быть груз, либо модификация. Ну, понятно. Если ты выполняешь цель корабля, вот здесь она указана, ты его переворачиваешь, он получает уникальное имя и улучшает свои характеристики. И получает еще обилку. Ну да, все это. Ну, понятно. Да, то же самое переворачивается карта персонажа, и когда ты переворачиваешь, выполняешь цель, ты еще и славу получаешь. То есть у каждого корабля это индивидуально. Это колода кораблей. Колода грузов. Здесь сейчас лежит контрабандный отсек. Это модификация, которая стоит 2000, и ты можешь ее купить и сюда себе в модификации положить. Ты получишь ее свойства, то есть у тебя начнет работать свойство модификации. Но суть не в этом. Давай просто вот любую из этой колоды покажем. Там груз будет, который... Груз, да. Здесь написано место назначения и награда. Ну, понятно. Есть грузы легальные. И нелегальные. За легальные ты получишь только деньги. За нелегальные ты еще и очки славы получишь. Ну, и лучше всего возить в контрабандную отсеку. Ну, для них есть много примочек. Есть еще члены команды, которые позволяют тебе... Да, да, да. Вот это карты охоты. Охота это вот как у тебя примерно. Да, я понял. Стартовая, то есть ты можешь... Но здесь же покруче. Нет, такой тоже. Один беленький. Смотри, у него силы три. То есть они от стартовых все-таки отличаются. Это же первые, да. Ну, и, соответственно, другие есть. Ну, понятно, это миничности, да. Это у нас модификации... Смотри, здесь есть... Вот в этой колоде есть модификации для корабля. Есть модификации экипировки. То есть в данном случае здесь лежит ракетный ранец, который тебе во время наземного боя отменяет одно попадание вашего соперника. И если у вас есть навык тактика, то вместо этого отменить один крит. Ну, подробнее тоже об этом. Ну, также здесь есть модификации для твоего корабля. Улучшают корабль. Это карты роскоши. Карты роскоши. Ну, вот здесь, кстати, лежит модификация для корабля за 15 тысяч. Плюс один к пушкам. И когда вы побеждаете в бою патруль, за некоторые патрули там еще слава начисляется, вот эта модификация позволит тебе еще дополнительную славу получить. А на 15 тысяч стоит, но забудь пока. Пока да. И здесь у нас работа. Работа, она чем отличается от охоты? Работа, это очень круто. Это тебе надо будет прилететь, короче, на планету, и там в особый контакт вступить, вот отсюда, из базы данных. Там будет несколько этапов в этом контакте, которые нужно пройти. То есть там броски кубиков, в древнем ужасе, вот эти всякие... Многоступенчатые контакты. Да, да, да. Только там их минимум 4. Нет, ну какая разница. Нет, там есть меньше. Меньше? А, ну там их перескать. А члены команды не берутся? Члены команды сейчас до этого дойдем. Смотри. То есть я сейчас про рынок рассказываю. Вот эти чуваки могут сказать. Теперь внимание. Когда ты покупаешь карту, у нас открывается верхняя. Ну, следующее. И на ней нарисована вот такая штучка. Это значит, какой патруль и насколько движется в твою сторону. Вот это значит, что у нас патруль хатов, вот этот, полетит на 3 в твою сторону. Так, раз, два, три. Ну, понятно. Это вот двигаются так патрули. Когда один из патрулей уничтожается, у нас открывается новый, он становится сильней. Этот выходит из игры, патрули усиливаются. За патруль второго уровня уже можно получать очки славы за его уничтожение. Но каждый раз, когда ты убиваешь патруль, то получаешь отрицательную. Вот это же империя. Ну, минус в репутации. Нет, это повстанцы. А, это повстанцы, да, империя там. Так, смотри, это было действие рынок, окей? Да, окей. С рынком понятно все. Просто Y-клинг. Также, находясь в одной точке с другими игроками, ты можешь с ними обменяться. Можно обменяться членами команды. Ну, и всячески взаимодействовать. Да, всячески взаимодействовать. Ты можешь работать. Я знаю. Я видел. Там есть еще такие нюансы, когда, допустим... Член команды может быть один, да? Член команды на твоем базовом корабле... А если придет второй, его он заменит? Можно заменять. Ты либо его не берешь, либо... Можно заменять. Так же, как и экипировку, грузы. Ну, то есть, надо... И все остальное. Смотри, после того, как ты сделал все действия, которые захотел, ты вступаешь в контакты. Ты выбираешь одно. Либо сражаешься с патрулем, с которым находишься в одной точке. Причем, если у тебя с ними плохие отношения, ты обязан с ним драться. Как проходит бой, дальше расскажу. Либо разыгрываешь карту контакта. Если ты находишься вот в такой точке, ты берешь карту вот отсюда. Здесь неизвестно, что случится. Это космос. Либо вступаешь в контакт с планетой. У каждой планеты есть, вот я говорил здесь, два варианта, да. Какие примерно контакты, ты можешь узнать. Там, вероятно. Ну, либо вот эти ищешь. Или ты переворачиваешь одного из вот этих чуваков. И ищешь его. На нем написано. Это очень интересно. Нет, здесь конкретный чувак. У каждого чувака своя карта базы данных. Ты открываешь и читаешь, что произошло. То есть ты вступаешь с ним в диалог. Но, если у тебя охота, если у тебя охота на этого чувака, и ты его нашел, то ты вступаешь с ним в бой. Не тянешь карту контактов, сразу с ним дерешься. Да. Ну, бой, я думаю, мы на примере рассмотрим. Это уже будет. Да. Бой будет, будет. Все. Проконтактировал. Ход следующего игрока. Это, на самом деле, очень быстро. Мы сейчас лучше на примере. Все. Давай, давай. Там, потому что есть нюансы, когда, допустим, этого чувака кто-то себе в члены команды взял. Там, а у тебя на него цель. Ты можешь прилететь, подраться с ним, короче, и забрать его себе. Защищать, ну, короче. Может, не защищать, может, и так его отдать. Ты можешь его к себе в члены команды брать, даже если ты на него охотишься, грубо говоря. То есть, ну, это уже такие нюансы, которые лучше на примере разобрать. В принципе, по колонам все понятно. Поэтому, что, я полетел. Давай, поехали. Смотрите, я первым действием выбираю, ну, в смысле, в этап планирования я выбираю полет. Единички у нас вот здесь. Блин, а, я ж вот здесь, да? Да, ты вот, да, это я. Мне, то есть, надо сюда лететь. Ну, да. Раз, два. Это я перелетел. Этап планирования. Этап действий. Я хочу, я хочу, как ветер петь. Контрабандный отсек за 2000. Сволочь. А что? Мразь. Ладно, я могу тебе оставить, а не против. Оставь, пожалуйста. Точно? Да, я хочу. А, ну, бусине тебя делать тогда. Нет, подожди, нормально все будет. Не, ну, корабль может. 10 косыей. Где он возьмет? Нет, я могу взять охоту, либо тайник джабы. Ты можешь вообще... То есть заменишь его. Ты можешь... Работу или тайник джабы. Нет, у меня есть еще вот это. А, вот эту. То есть, дай сейчас. У меня есть еще ячейка. Я вот думаю, просто взять тайник джабы. Нет, ну, смотри. А, ну, тайник джабы, я помню, что за миссия это. Капец. Ой, тогда тебе не везло. Да, тебе просто не везло. Нет, мне тогда как раз таки везло. Но я тогда уже приехал уже прокачанный. А нулевым это, ну, это верная смерть. Ну, не смерть. Смотри, выбирай что хочешь. Вообще логично взять второй белый, потому что тебе все равно белый искать. Я взял еще одну охоту. Тебе надо охоты брать. На Гариндана. Смотрите, открывается вот эта штука. Кто там летит? Никто не летит. Никто. Охота на Бошика. Бошика. Он второго уровня, зелененький. Но никто не полетел. Так смотри, у него космический бой. Ты с ним будешь драться в космосе. Да, я буду с ним драться в космосе. Но я не буду его брать, у меня есть что искать. Кто-то хочет. Все. Как бы я закончил свои действия, поэтому у меня этап контактов. Я переворачиваю вот этого чувачка и здесь... Агент черного солнца. Да. Все, что надо. Лаки дайся. Давай. Просто сразу его нашел. Что происходит? Смотрите, вот это означает, какую карту из базы данных я должен открыть. Подожди, ты же не драться собраться. Подожди, ты дерешь, что будешь. Да, да. Ты не станешь сказать. Мне же его надо захватить. Да. Давай вали его. Смотрите, у агента черного солнца вот параметр. Вот сейчас просмотрим бой. Давай. Это бой наземный. Сколько у него значок? Видишь, наземного боя? Двоечка. За него будут кубики кидать игрок справа или игрок слева. Давай. Правая Якин. Давай. Ты кидаешь за него. Ну, сперва я кидаю. Я атакую. Ты кидаешь три. Я кидаю три. Мой параметр наземного боя. Это три. Я кидаю. Кидаю. У меня два успеха. Смотри. Сразу. Вот это одно повреждение. Вот это крит. Это два повреждения. А, глазик? Глазик. Ничего. Но какие-то обилки могут тебе давать. Да. Да. Значение грани рассказал. Ему ничего. Ничего. Смотри. Если бы он выкинул один успех, то я бы... Подожди. Дай я расскажу. Я бы получил одно повреждение. Одно повреждение. Но я бы все равно победил в бою. Победа в бою это кто больше успехов накидает. Если накидывают поровну успехов, то побеждает атакующий. То есть я. Если бы он накидал три, ну допустим вот он бы крит кинул. В этом случае я его не захватил. Он остается здесь же и просто типа я действую... Но три повреждения он бы все равно... Да. Ну тогда сразу разберем, что будет, если накидывают ровно вот сколько у тебя жизней. Да. Ты просто фигурку свою кладешь, но мы будем снимать подставку. И ты обязан этапом планирования... Ты, во-первых, теряешь 3000 кредитов. Во-вторых, ты должен будет... Ты обязан будешь на этапе планирования просто выбрать восстановление. То есть сбросить все повреждения с корабля и с себя. Ну я его захватываю. То есть я беру вот этот вот чувак у меня на борту. Мне надо его отвезти. Сейчас я сразу выбираю, поскольку я его победил в бою. Я сразу выбираю награду за устранение. Я могу получить сразу 5000 кредитов и репутацию увеличить на один. Но я решаю его отвезти на... Вот туда, где я стою. На Черное Солнце. Не, не на Черное Солнце. Нет. Релот. Ой, на Релот. Это где я? Ну да, далековато. Ну по пути еще что-нибудь выполним. Вот. То есть все. Я его захватил. И на этом мой этап контактов закончен. Код Дениса. Итак. Я первым действием выбираю взять два кредита. Планирование. Я хочу пока остаться здесь. Вторым. Теперь. В смысле это планирование. Теперь действие. Доставить груз. Нет. Рынок. Скидывать. Что я хочу скинуть? Я хотел взять... Да, да, да. Я еще думаю... Контрабандную фигню. Да, я возьму контрабандный отсек. Две тысячи с нас. Никто не двигается. Две тысячи с меня. Нет. А что там открылось? Смотри. Открылся. Вот это незаконный груз. Его нельзя купить на Кантонике. Но стоит он две тысячи. Чтобы доставить... То есть ты когда прилетишь на Кантонику. Вместо назначения Кантоника. И соответственно его на любой другой планете берешь. Когда ты его попытаешься доставить, тебе нужно бросить будет кубик. Если выпал успех, то есть не крит, а именно вот такое значение, то ты его доставил успешно. В противном случае разыграешь карту контакта номер один. Ну, карту из базы данных номер один. И узнаешь, что с тобой случилось, когда ты попытался его доставить. Понятно. Продолжай, да, извини. Контрабантный отсек. Это модификация. Но здесь написано. Положите эту карту в ячейку для груза или в ячейку для модификации. То есть я могу ее положить и сюда. И в этой ячейке я могу держать еще один груз. Взял. Обменяться ничего не хочу. Теперь этап контактов. Выберите одно. Средитесь под рулем. Нет. Разыграть карту контакта. Ты где находишься? Я на Кантонике. Я хочу вот с этим чего-то. Нет, это Кессель. Ну да. Согерера. О, Согерера. 21. Знакомый. Давай. Вот смотри. Он может попытаться его получить себе в члены команды. Сейчас тут будет. Он еще не знает, кто это. Даже в альянсе повстанцев Согереру считают своего рода экстремистом. Ну да. Если вы джин Эрсо. Нет. Если вы не джин Эрсо и у вас отрицательная репутация в альянсе или положительная репутация в империи, проведите проверку скрытности. У тебя положительная в чем? Как проходят проверки? Мы добрались. У него есть скрытность. Это значит, что он квалифицированный в этом навыке. Да, да. Это значит, в любую проверку ты бросаешь два кубика. Смотри. Я покажу. Если ты квалифицированный, то тебе подходит успех. Ну, то есть, даже один выкинешь успешно. Если ты, если у тебя нет этого навыка, ты не квалифицированный. И тебе нужен только крит для успешной проверки. А если ты высококвалифицированный, если у тебя два навыка таких или больше, то тебе подойдет в том числе и глазик. Вот и все. Теперь я провожу проверку скрытности. Кидай. То есть, ему достаточно будет успех. Один раз в ход, прежде чем вы проведете проверку навыка, можете получить навык по своему выбору для этой проверки. Я беру вторую скрытность. И тебе подходит тот в том числе и глазик? В том числе и глаз мне подходит. Прошел. Прошел. Иначе я бы получил по два повреждения. Если вы не проводили проверку скрытности, можете провести проверку влияния. При успехе получите члена команды, указанного ниже. И сбросьте жетон Согерера. Теперь у меня еще и тактика появилась. А он только навык дает? Действия. У него действия. У него есть действия. Выберите другого игрока в вашей области. Его персонаж или корабль получает два повреждения. Если у него положительная репутация в Империи, он получает одно повреждение дополнительное. То есть, он против Имперцев. Он против Имперцев. Хотя я сам за Имперцев. Но я так замаскировался, он не знает. Он не в курсе. Это типа такой диверсант, да. То есть, если ты в одной области с другим игроком, то ты можешь действием его повреждать с помощью вот этого человека. Ну, он крутой повстанец, на самом деле. Он там лидер. Ну да. Пока не повер. Ну, бывает такое. Все смотрели. Так. Все. И да. Про него упоминается в фильме. Это была фаза контактов. Давай. Твоя фаза поняла. Он в игре есть. На набу лечу. Мне нужны там чуваки. Так. Рынок. Рынок. Будешь что брать? Куплю ракетный ранец. Ракетный засранец. Пять тысяч с вас. Пять косарей. Да легко. Патруль летит. Вот этот роботрончик. На три. Раз. Два. Смотри. Тут ты выбираешь. По какому он летит. Он летит сюда. Вот смотри. Он летит. Раз. Два. Три. Либо. Раз. Два. Три. Тут без разницы, что он заблокирует. Вот он на лотап пусть летит. Все. Экипят. У меня теперь на наземном бою. Теперь тебе вот там подходи. Что дает? Плюс один. Отмените один успех вашего соперника в наземном бою. Отлично. Если у вас была бы тактика, то отменяет и крит тоже. Вместо этого. Это рынок. У тебя еще есть действие, можешь играть. А что там открылось? Да нету тебе действия. А рынок один раз ты можешь забрать. Ну ладно. Тогда контакты. Контакты с кем? Вот этого переворачиваешь. И здесь у нас... Это... Гарин Дан. Это вот, которого тебе убить надо. Да. Мне его надо. Открывай карту. У меня охота на него. Десятая. Давай ему. Блин. У меня охота на чобота. Читай. Ну смотри. Если ты его возьмешь к себе в члены экипажа, то ты посмотришь, как с ним набираться. С ним. Да нет. Я же прикрою. Да. Мы можем с тобой договориться. Гарин Дан. Это Кубас. Мастер шпионажа. И он регулярно поставляет информацию империи. Но если хорошо заплатите, он на вас поработает. Если у вас минусовая репутация в империи, нет. Или плюсовая репутация в Альянсе, тоже нет. Проведите проверку скрытности. При провале... Привините патруль империи непосредственно в вашу область. И вступите с ним в контакт. Ну, у меня... При успехе или вам... Или если вы не проводили проверку, можете потратить 2000, чтобы получить члена команде, указанного ниже, и сбросить жетон Грин Дана. Действия потратить 1000, чтобы тайно поставить жетон Стричи на любой планете. Ну, это когда ты его возьмешь... Ну, нормально. Возьму, конечно, 2000. Хороший, кстати. Он может жетон Стричи смотреть. У него вот охота на это. Он может... Да, раз. Нет, не то. Да, да, да. Офигенно. Причем он тайно смотрит. Тайно, да. Он может кому-нибудь говорить чему угодно. Так, Грин Дана может играть. Ну, его сбрось. Его просто... А, нет, он у тебя на борту. На борту. На борту. Написано сбрось жетон. Сбросьте жетон. У меня на него охота. Ну, ладно, неважно. И сбрось жетон Грин Дана. Хорошо, ладно. В смысле, вот он на борту у него. Да, иди и вали. Теперь, короче, он может на тебя напасть. Подкачаться. Говорит, я нападаю на него. Смотри. Да. Правила говорят о том, что просто так атаковать игрока ты не можешь. Только если у тебя есть карты, которые говорят, что тебе надо атаковать игрока. Там на картах написано. Вот в данном случае у меня есть карта охоты. То есть я могу прилететь к тебе, и у нас будет с тобой наземный... Там, сейчас скажу точно. Наземный или космический? Если мы с тобой встретимся в космосе, то у нас будет космический бой. Если на планете, то будет наземный бой. Планетарный, понятно. Бой против... Сейчас. Сейчас скажу. Охота. Охота. Охота на членов команды. В качестве контакта на своем этапе контактов. Ты, то есть, можешь решить, будешь ты его защищать или нет. Если ты решаешь его не защищать, то я чисто с ним буду драться. Ну, с его характеристиками, которые у меня на карте. Если ты решаешь его защитить, то сразитесь в бою против самого члена команды. А у него там параметры какие? Ну, каких? У него параметры, вот как у тебя написано, вот такие. Да, то есть, я буду против игрока сражаться. В наземном, если на планете, да, в космическом, если в узловой точке или в мальстроме. Ну, и, собственно, правила те же. Мы просто по количеству успехов своего вот этого чувака, либо корабля. Да, у кого больше успехов, тот побеждает. Если я побеждаю, я его у тебя забираю. Если ты побеждаешь, он остается с тобой. Естинько, понятненько. Ну, и раны там все это, все остальное. Мой ход, да? Ну, полетели потихонечку. Мне теперь вот эту вот патруль, вот эту, летать. А можно его вальнуть, кстати, будет? Специально его поставят. Ну, ладно, что, у меня пять. Раз, два, три, четыре, пять. На Монкаламаре я прилетел, у меня, кстати, нет еще члена команды. Здесь вот двоечка есть. Давай, погнали, посмотрим. На рынке не будешь? Бошек, кстати! Рынок, блин. Ну, я уже в контакт вступил. А у меня четыре тысячи, и особо ничего покупать. Я здесь... Ну, оружие можно было, конечно. Ну, купи. Ну, если вы разрешите, то я приобрету. Наземный бой. Экипировочку добавил. Тяжелый бластер, у меня теперь плюс один. На три пошли, это бластер. Вот эти жуки. На три. На три. Подожди, ну это ж он решает. А они ко мне летят. Они к нему летят. У меня с ними нейтральные отношения, поэтому я могу выбирать контакт вот отсюда. И с Бошиком я контактирую. Шесть. Не называй меня контрабандистом, просит Коррелианин. Пусть лучше будет наемный пилот. К слову, ты как? Нанимаешь? Можете потратить две тысячи, чтобы получить члена команды, указанного ниже. Если Бошик, член команды, если у вас не выпало успеха во время доставки незаконного груза, можете перебросить свой кубик. У тебя нет денег поэтому. Вот он заточен, ну я просто рассказываю. Он заточен на доставку незаконного груза, позволяет перебросить кубик. Ну, он возвращается обратно в колоду, да, потому что... Ну, смотрите, кстати, я не рассказал про бартерные отношения. Они работают на рынке. То есть вот в данном случае я не могу использовать эту механику, про которую сейчас расскажу. Но вообще, когда ты покупаешь корабль новый, там, ну, все что угодно, любой отсюда актив, ты можешь сбросить вот это же количество, ну, в смысле, сбросить любые карты и получить за них столько же денег, то есть скидку. То есть, например, вот у меня есть тяжелый бластер, я хочу большегруз купить, корабль. Я должен буду сбросить вот эту и доплатить еще 7. 10 минус 3, 7. Сдачу в виде этих кредитов ты не получаешь. То есть, если ты, допустим, сбрасываешь там какую-то дорогую вещь и покупаешь более дешевую, то типа разницу тебе не выплачивает никто. То есть, там, модификацию за 15 сбросишь, а купишь корабль за 10, то 5 тысяч ты не получишь. То же самое и с кораблями. Если у тебя есть корабль, вот там, допустим, там, пятнарик, а ты хочешь за 20, ты этот корабль продаешь, типа, то есть 15 тысяч компенсацию получаешь, скидку, и доплачиваешь 5 тысяч и покупаешь себе корабль за 20. То есть, на корабле тоже распространяется механика. Вот. Ну, что, я тогда контактирую с этим. А, все, проконтактировал. То есть, я его не взял, у меня нет денег. Он остается открытым? Да, он остается открытым. Ну, как бы все знают, что я там встретился. Теперь я вместо хода беру два губа. На него можно, кстати, взять вот эту награду. С рынка скинул вот эту работу. Посмотрим, что тут за работа. Ограбление казино. О, прикольная штука. В казино целые горы кредитов местных. Ну, короче, ограбить казино можно, но, наверное, пока нет. Действие рынок. Я хочу купить корабль. За 10. 7. Это 8 и 2. За 20 открылся. А, этот. Сокол. Да. Ну, ты когда цель выполнишь, он станет тысячелетним соколом. Но сейчас это... Сейчас это модифицированный грузовик YT-1300. Вот, Денис меняет корабль. Вот. Цель корабля... Блин, у тебя три члена команды теперь может возить. Цель корабля выполнить любую работу в тот момент, когда у вас есть хотя бы один груз. Как только вы это сделаете, перевините лист. А, ну вот. Я просто знал свойства этого корабля. Поэтому я его взял. Он раз подходит к моему пилоту. Не очень сложно. У моего пилота личная цель выполнить две работы. У меня все на работах завязано, короче. Я такой хитрый жук. И... Этот... Вот это убери. Убираем и забери. И контакт я хочу... Ну, это же свое, брат. Ну ладно, пусть лежит. Она убирается и забери. Ну. Пусть там. И контакт я хочу с этим проехать. Кто это? К250. О! Это этот какой? Андроид. Тащи. Да, Олимпиадский. 16. Ну ему теперь надо членов команды набирать. Самый основной способ набрать членов команды это вот... Да. Вступать в эти контакты. Ну он мне его может... Там деньги нужны. Он считает, что вы шпион повстанцев. Вам понадобится креативный способ убедить его в обратном. Можете провести проверку механики. При успехе получить члена команды указанного ниже и сбросьте жетон К20. При провале у вас либо... Ну брось, кудыки потом зачитаешь. Да. Все равно терять механика. Механика у меня есть. Есть. Я выбираю еще вторую механику. Да. То есть он высококвалифицированный в механике сейчас. Один раз заход я могу сделать, но у меня больше проверок не будет, поэтому... Поэтому... Поэтому все равно. Поэтому все равно. А ничего не получается. При провале, если у вас положительная репутация в альянсе либо отрицательная в империи, нет. Получаете... Ничего, он просто валяется. Ну, на самом деле... Обратно кидай. На самом деле, что он дает? Силу. На самом деле, мне это надо. Не убирай его. Просто поставь. Я в следующий раз его заберу. Будешь стоять на этой планете. Окей. Да. Мне нравится. Дело ваше. Я работу себе возьму еще вторую. Вова, входи. Ой. Полетел сюда. Раз, два, три. Кольцо Кафрены. Торговать будешь? Торговать. Может, что-нибудь скинуть, что-нибудь не нравится. Допустим, тебе нужно что-нибудь... Да, мне не нравится тысячи. Дорого. За пять тысяч, вот, пожалуйста, грузовик HVK, WK290. Честно. Ну, мне не достанется, ясно. Найдет. Пять тысяч. Не факт. Может, еще... Да, я могу сбросить, конечно. Да. Шесть. Ну, сдачу не получится. Сдачу, да, не будет. Смотри, здесь один груз, одна мелкая тягация, два члена команды можно возить. Сюда. Давай вот этого беленького посмотрим, что там. А в рынке ничего не будет. О, W1LE. W1LE. Да, замечательно. 22-я карта. 22-я, да. Ой. Вот если я сейчас его уберу, куда он идет? В космос. Сброс. Улетел. Сброс. Большинство дроидов крайне нервные создания, так что неразумитивость и обаяние W1LE могут приятно удивить. Если в ЛНДА коврисе он нет, может получить члены команды указанного ниже и сбросить жетон W1LE. В противном случае можете провести проверку механики. При успехе, у меня есть, получить члены команды указанного ниже и сбросить жетон W1LE. При провале можете потратить 3000, чтобы вместо провала успешно пройти эту проверку. Ну, либо за три косаря, которых у тебя нет. У меня есть механика. Ну да, давай. На двух кубиках? Денис кидал. На двух? На двух. Все проверки на двух. Успех. Да. Ну это ж не Денис, понимаешь? Это у Дениса вечно. Тебе на этих кубах реально нет. Вообще не придет. Мне надо купить новый. Гриндон ушел в космос. Все, извини, может, короче, свое... Слушай, не. Что? Что не? А, этот жетон, по-моему, возвращается. Жетон возвращается на соседнюю планету со свободной, на ближайшую. Да, да, да. Ну вот этот ушел, а этот, значит, сюда пришел. Да, этого здесь. Ты его выгружил, он вышел на планете. Я вспомнил, да. Но ты, типа, отказался от его услуг. Ну ладно. Ну ладно, здесь... Контакт, выполните действие рынок, даже если вы находитесь в злой точке навигации или уже влияние. Все правильно. Да, мне нужны два робота. Чтобы перебирать надо огурить. Знаю. Естественно. Я вообще лобота искал. Так, все, ты походил, я могу лететь дальше. Ты ж мог посмотреть за действие. За тысячу. А, за тысячу. За тысячу он смотрит. Не просто так вот это смотрит. Раз, два, три, четыре, пять. Налхат там. Ну, у меня тысяча всего, как бы, поэтому... Поэтому лучше не играться, а у тебя не здесь лежат. Для этого надо на релот вести. А, ну, в следующем ходу. В следующем ходу. Краденный прототип. А, незаконный, бред. Ну, он и две тысячи стоит, у меня тысяча всего. Кораблик вот этот я поменяю. Ну, вот, за пятнарик купишь, че ты. Ударный истребитель класса агрессор. Хороший корабль. Не могу найти, блин, долбанного лобота. Где-то прячется. Контактирую вот с этим. С троечкой. Черный красантан. Четвертый. Да шо ж я так взяла. Тихо. Че? Не ховыряй. Роба, не жили. Прославленный охотник за головами из народа вуки может стать ценным союзником или опасным врагом. Если у вас есть карта охоты или работы... Охоты есть. Есть. Можете потратить тысячу, чтобы получить члена команды, указанного ниже, и сбросить жетон черного красанта. Да. Потрать тысячу. Да нафиг мне этот гориндан. Тысяча ушла. Сбрасывается она под низ колоды. Где у нас эта колода на ручнике? Вот сюда. Черный красант, он дает мне силу. Я теперь высококвалифицированный в силе. В начале наземного боя можете потратить две тысячи... А зачем ты ее сбросил? Кого? Карту. Работа. Здесь это не написано. Там как сказано? Ну так читай. Можете потратить... Ну в ме... Аааа, точно. Это контракт. Они совсем гриндан, как бы... Он типа такой... Ааа, у тебя есть охота, я впишусь. Ну ладно, если ты ищешь гриндана, так и быть, я помогу. Спасибо, что заметил. Так, короче, его свойства. В начале наземного боя можете потратить два косаря, чтобы получить две силы до конца этого боя. Нормально. То есть я могу ему приплатить, чтобы он вписался. Да. Но он силу мне дает и так, будучи членом команды. А так я могу еще получить... Ну пять, короче, у меня будет характеристика наземного боя. Хорошо. Все? Круто. Да, все. Так, я... Головка, так. Не надо, вот. Ну, блин. Ааа, я хочу, как ветер, петь. Механика сила. Над землей лететь. Что-то все мое. Может, работу взять. Ааа, я возьму два косаря. Взял два косаря. Ааа, потом... Ааа, скинул груз. Я не хочу контрабандный дать мне обычный. Краденное гипертопливо за три тысячи. Твою дивизию. То, как топливо ворует, то еще что. Ааа, бесит. Ладно. Ладно. Как плохо-то все. Печет каче olan твой. Эээ. Блб, 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 блб... Ладно. Я ничего не покупаю. У меня все равно ничего нет. Денег у меня две тысячи всего. все-таки пытаюсь этого пацана вдохновить вдохновить и неудачно пацан говорит нет не хочу к тебе подожди стоять механика механика я эксперт в механике я прошел в смысле за мое свойство в твою механику да забрал я что два пустых кинул да точно точно все теперь у меня еще появилась сила о наконец-то корабль у него хороший потом заберешь да я выполнил свое свойство на силу а потом забираю мне он потом не нужен во время наземного боя каждый из результатов критов вашего соперника считается за одно повреждение не за два все вот этот забери его себе мало ли вернет сама сбросишь его еще но они там лежат ну не проблема пусть вот так чтобы не искать чтобы если сбросился ну я полетел вот сюда раз два три четыре пять шесть почему шесть ты в эту точку в космосе ну хорошо рынок где играть не можешь откуда шесть у него раз два три четыре так как у меня в 1 л е то я могу играть рынок почему потому что выполнить действие рынок даже если находите в узовой точке навигатора и уже вместо контакта ты можешь делать вместо контакта это вместо контакта она предоставляет тебе услуги магазина на диване в космосе она не надо поэтому давай нет патруля а непонятно есть потом нет патруля нет патруля есть там патруль нету конечно нету значит считай там где нету пересекают какие-то космос вы обдумываете подожди стой объясни ему про секреты смотри ты там секрет да секрет ты читаешь про себя и оставляешь эту карту у себя она эта информация там важная информация которую можешь ты использовать потому что ее знаешь но смотри если ты будешь побежден секретский забыл сказать да что ты теряешь три тысячи кредитов если можешь из должен скинуть все секреты которые мне хорошо нет ну все ты понял да и все отлично мой ход ну мы продолжаем наш полет на релот подвигаться должны были нет ничего не по должны я скидывал а и когда скидываешь не мари когда пролистываешь только на низкий ток когда покупаешь или или получаешь ну за ноль берешь и так мой ход мы летим на релот продолжаем свой полет раз два три 4 постигнулся какой же ты тогда наемник-контрамбонист и пристёгнулся значит ты прилетел до отстаньте от меня есть у меня миссия на релоте мне нужно сдать награды за пленение получаю вот этого чувака не да агента черного солнца да вот нет говорит ты на этого показал все отстань хорошо доставьте жетон агента черного солнца на релот чтобы ваша слава увеличилась на 1 и вы получаете 10000 а этот все сбрасывается уберите в тюрягу с этой карты уберите да все здесь просто ну не обязательно тюряга просто его искали а я его доставил все а там ему а там ему там вечное рабство сидела ну там с ним разобрались так теперь у меня здесь косарей и мы играем рынок вот это мы листаем опа поддержанный корабль на продажу смотрите купите из запаса любой лист корабля который стоит больше чем ваш текущий корабль положите этот лист стороной цель корабля ну понятно по обычным правилам и этот корабль три повреждения получает ну то есть он чуть ушатанный но зато я могу выбрать любой вот у меня здесь косарей поэтому пожалуй мы выберем за десяточку что у нас тут о преследователь класса копейщик есть а это ж надо туда убрать такой да 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 убрать надо будет преследователь класса копейщик я взял ну немножко подушатанный но мой персонаж механик поэтому 10 тысяч пожалуйста улучшенный может три члена команды носить три повреждения цель корабля такая доставить жетон встречи указанный на одной из ваших карт охоты как только вы это сделаете переверните ваш лист и все просто теперь я действием боск может восстановить два повреждения нанесенные вашему персонажу и два повреждения нанесенные вашему кораблю играю действия и сразу ремонтирую свой корабль на 2 так мне нужен грин дан теперь но это карта то что эта карта эта карта у нас до подержанный корабль не примерно вниз не ну что затем замешайте доброта я должен убрать только копейщика отсюда копейщик ушел перемешаешь а это замешивается ударный истребитель класса агрессор 15000 недавно чем до недавно был чё и контакт у меня теперь мне нужен еще один член команды поэтому вот эту двоечку откроем бип фортуна 3 ух ты дьеванна ванга спрашивает он выступив из тени это ваш шанс добиться внимания самого джаббы хатта можете потратить 2000 чтобы выбрать игрока его репутация среди хатов либо уменьшается на один либо увеличивается на один по вашему выбору смотри какая тема 3000 здесь есть ну как бы договоры между игроками можно договариваться можно расскажу правило хорошо тут как спартаке можно любые договоры то есть передавать деньги между игроками за обещание причем эти обещания не обязательно сдерживать ну просто говорю что я могу типа сказать слушай есть такая тема типа давай мне два косы там три косаря есть хочешь репутацию поднять ну читаю дальше после того как вы разыграли эту карту переложите жетон биба фортуны на пустую ячейку встречи на татуине там если там нет пустой ячейки поменяйте местами этот жетон с любым жетоном встречи на татуине ну короче он типа делает свое дело и уходим кому-то нужна репутация среди хатов нет денег я бы взял бы но нет денег поэтому он свалил 3000 а он я должен заплатить займи мне косарь я тебя в свой ход обдам зачем ну я хочу повысить так он же на его выбор нет я заплачу ему три косаря я предлагаю за три косаря если кому-то надо я повышу себе репутацию я тебе два заплачу а я тебе следующий ход 2 смотри какая тема он мне денег переведет деньги вот смотри единственное что деньги можно переводить находясь в любой точке не обязательно в одной области он мне звонит слышь здесь за он дурак ну если он не подъебет не уберет у меня белого там извините на три косаря на отдули слышь дулю ладно сейчас повышает получишь за косарик чем нет не жалко так и он сваливает получается в ближайшую до оттуда 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 от тату и я держащая волосы ты на только вы планете откуда ты его взял ты не того взял во все блин вот этого да да ну получается ближайшая свободная нет именем оттуда и меняешь он живет на татуина смотри на татуине нету поэтому мы смотрим ближайшую свободную читай еще раз пожалуй еще раз почитай он заменяет если там нет пустой ячейки встречи поменяйте местами этот жетон с любым же там встречи на татуине окей ну ты неприятный субъект ты знаешь да это иди ты я-то пойду а ты белая нужна вот это а не в смысле вообще без всяких этих поменять желтую отвечаю дело сделано все он свалил вообще без всяких но переигрывать он тебе три раза уже попросил ты такой ну без всяких на мозги не делаем я тебя не боюсь если что а зря просто я как бы не пвп не хочешь подраться приходи у меня бластер есть я тебя насую я тоже давай давай играй так я полетел через мальстрём летите либо просто либо просто через там просто остановишься и все ну да движение то есть сгорит раз два три четыре пять шесть прилетел сюда никаких действий делать не буду шин мастером дольше будет и где меня только совет мой но отдам следующий ход буду день сейчас сейчас сделаю как только появится сразу отдам а ты ему просто так дал их ну смысл я два ему отдам а он мне 1000 дал я ему два отдам я ему отдам два не проблем до железный банк одобряет тут еще причем наши договорен но я железный банк да я сказал кто-то железный и так если у вас положительная по репутацию в империи до уверяя готова спонсировать ваше мастер и действия против восстания вы можете ум нет патруля правильно вы можете уменьшить свою репутацию в альянсе на 2 или меньше затем если у вас отрицательная репутация в альянсе получите 5 да видимо здесь есть эти как его шкалы нет 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 на 2 это типа если у меня в альянсе и самая большая 1 2 всего три положения это положительное нейтральное и негативное короче я сразу поссорился с альянсом я принимаю их помощь беру 5 косы мы на них работаю чу не берешь 3 косы и 2 тебе да вообще без проблем я спонсировала так и вышло ходи спонсор я так и так бы это выкупал я полетел на ты рынок я взял себе вот работу там опораблить к разу и казино решил что там еще ничего ты это покупать уже не можешь а гол у меня робот второе действие можно смотри но сначала все равно полетит вот этот на 4 в твою сторону раз два можно вот так его опустить нужно вот так вот так пойти быстрее а нет они так и в расстоянии что так что так 3 4 не сюда либо сюда раз а он не может туда он может туда раз два три четыре он быстрее да смотри не обязательно по какому быстрее ты выбираешь сам но если он может тебя за это действие достигнуть он это делает портментел портментел это где а это далеко нет все контактируем с этим и там тот кто мне нужен лобот да у него два у меня три смотри вот лобот кинь два кинь свои два а да я же держу ты дерешься давай на ну забрал забрал ну я его в плен в плен хорошо мне красно доставить его там же казино ограбит на кантонике прикольные контакты кстати азартные игры они очень интересные ну так на будущее ну не только там есть азартные игры кстати я хожу да так но у меня цель цель гориндана захватить надо есть косарь гриндан вот здесь тут у нас патруль раз два три четыре а стоп я же с этими дружественным тут нужно работа у меня у этих репутация положительная поэтому я пролетаю через патруль он меня не останавливает раз два привет помахал ручкой 34 на кольцо кофрены рынок за 1000 ничего не куплю а ну могу взять вот услуга хат там но я возьму за 0 есть влияние то есть для этого я вижу да да влияние на орд манделе орд мандела где вот вот он ой далеко не давай и посмотри опа член команды работник по найму за 1000 рублей за 1000 кредитов можно взять его к себе в команду он не позволяет как у дэна свойства один раз получить любой навык но просто как я использую он уходит до одноразовый одноразовый за 1000 беру пригодится взял и еще один работник по найму и у нас никто не летит не летит все прекрасно я гриндана пытаюсь набуцкать у меня бластер и мы своих три то есть три куфа а стоп за действия персонажа корабль еще вот это сбросил четыре кубика бросайте два но у меня 33 я получаю два повреждения все-таки у меня чуть подранил но я его захватывал в плен бы возьму на гариндан надо лететь это рядом где-то китель татуин кисель он опять тупит а гариндан это его на кисель 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 вот он в центре все забрал вести полный кисель ходи не тупи летим но у меня тут все просто здесь останавливаюсь потому что патруль у меня с ними нейтрали поэтому все нормально нейтрали ли нейтрали ли я скину вот этого чего его работник нет я скину вот это переверли переверну груз провиант кто-то пошел не закупить на на хате да не если я куплю при скидывании не ходят нельзя купить на на хате я не на хате отвезти на на хату где это где-то там нет это вот здесь где-то вот она ухата плевать я великая на ты за 1000 я купил он недалеко мне просто нужен груз чтобы был и полетел так ты вот как раз купил на 3 на 3 зелененькие вот эти беремли 1 2 3 а могут день здесь были да да раз два три ну правильно раз двери вот здесь нет они здесь напротив этого они не не здесь были я думаю здесь буду здесь у� Wade да нет вот здесь я вот здесь были я тебя отчаял вот здесь я вам говорю вот здесь Да не здесь, да не здесь, вы здесь Ладно, хватит Это что было? Это был рынок Я купил себе грузик Теперь Другие действия, я могу у кого-нибудь Пороть никого Не надо никого пороть Горячку не порей Мне надо на Ордмонтелл, но это я на следующий ход Прилечу, если тут вот эта фигня не пролетит А они вообще тебя не любят? Мне нравится с ними драться Так, ну все тогда Контакты О, Бошик Бошик, Бошик А что он там делает? Бошик хороший Там надо что-то ему заплатить Он контрабандист Контрабандист Он дает тебе переброс кубика При доставке нелега Он контрабандист, точно Он контрабандист, взять его что ли Ну если ты нелегальный груз За нелегальный грузы очки славы и бабки Это хорошее Ну мне, понимаешь, мне нелегальный груз У меня работа Мне нужно со свойствами Давай с ним Вот с этим чуваком А подожди, а что на самом карауне На Мон Каламаре Работа или движение Во, там он на Мон Каламаре Я хочу Давай Поехали Мон Каламаре Один фанат Скачек Хочет, чтобы в предстоящем забеге Не участвовал Главный конкурент О, я помню Можете получить работу Указанную ниже Работа Кража Фавьера Знание Скрытная сила Знание есть Скрытность Есть сила Все я беру На Кантонике Тем более Это прикольное Да Ну там Это, короче, планета азартных игр Там казино Скачки Все дела Все, отлично У меня все устраивает Ходи Полетели Раз, два, три, четыре, пять В космосе контакты Ой, рынок Ты не можешь В космосе Я могу ее Я долбал Хочу Контакты Хочу 5000 Транспортник ближнего действия GX1 Хорошо Зависит Пушки 2 Хорошо Сто команда 2 Да, замечательно Теперь в космосе В космос Транспортник не пригонит А это и был контакт Да, это вместо контактов Это вместо контактов Рынок у него вместо контактов А, тогда не надо А, понял Я затупил Заказал нам что там Такая разница Ладно, хорошо Хорошо Вначале есть патруля или нет патруля? Нет, патруля Если у вас присылают в синдикате Нет Если у вас минус Или репутация всегда Я у меня нейтральный в синдикате Вы ловите сигнал бедствия Короля пойманного в ловушках Внутри гигантского космического слизня Ух ты Можете провести проверку механики При успехе получите 2 косаря Давай, механика, легко Квалифицированный? Я умею, механик Нет Ну, в смысле Не суть Ну, знаю, что это Ну, просто квалифицированный Да Прошел Вы получаете 2 тысячи И ваша репутация в синдикате Увести на один Хороший Синдикат, это да Группировки разные Один и две тысячи Кстати, вот Репутация в синдикате Здесь Ну, много ж разных Этих преступных группировок Это куда? Это бросается или замешивается? Под низ колоды идет Смотри Тут много разных Преступных группировок Если у тебя положительная Репутация в синдикате То если на какой-то планете Ты с преступной группировкой Будешь контактировать Скорее всего, ништяк получишь Хорошо Заходи На самом деле Вот эти две Это преступные группировки Что хаты Что синдикаты Они друг друга не любят И империя, альянс Это военные группировки Которые друг друга тоже не любят Хотя нет На самом деле Империя единственная Правильная власть А под санкцией Это Я полетел А, ну Я в планирование лечу Ой, далеко лететь Раз Два Три Там хаты Могу пролететь Четыре Пять Шесть На Татуин я прилетел А на Татуине у нас Что там Вконтакте Сражение с игроками И поиск встреч Финяк Ну встречу можешь Наустроить А, у тебя места нет Ну хотя у тебя есть Почему? Есть А, ну здесь нету места Ну ты можешь узнать Так, рынок Рынок А нет Придурка Почему придурка? Нормально Я могу вот этого Но мне он тоже не нужен Тебе деньги Чтоб три тысячи Заботить Да что, ну придется На Татуине Встречу разыгрывать Давайте рынок Что там Мы сбросим Чего-нибудь Ну скинь А вот этого Да, это Вставай нормальную работу Вставай О, работа Реликвия из прошлого Знание, скрытность, тактика Хотите? Берите Замечательно Покупать я А, я могу ее взять Я ее беру Куда надо лететь? На Мон Каламаре Мон Каламаре у нас по пути По-моему, да? Нет, Мон Каламаре Это Да, по пути Знание, скрытность, тактика Тактика только есть Ну ладно, не важно И теперь контакт Давай на Татуине сыграем Что там Вы целый день провели В контине Мосс Эйсли Подожди А, эти полетели, да Империя на три В мою сторону Раз Два Давай сюда Вы целый день провели В контине Мосс Эйсли Наговаривая на ваших конкурентов Выберите другого игрока Его репутация в группировке По вашему выбору Уменьшается на один Ну, я обязан Это сделать, пацаны Где? На какой? Какой это? Ну, то, что я выберу Какая группировка? Давай у тебя Ухатов минус один Слышь ты, урод Ну, на Татуиниш В сплете распустил Логично И я получил охоту На дроида IGRM Слышишь? Они офигели У меня В1ЛЕ А, это на Налхате Да, да, да Это на Налхате Точно Так что не надо тут Это во мне Это Татуин чисто ПВПшный По контакту Понятно Ну, все Давай А, и действия сбросил Ну, до контактов Ладно Ну, а что? Ладно Поехали Полетел я Раз Подожди, мне куда надо? Еще раз Тебе надо на Кататонику Или на Ортмонтелло На Ортмонтелло Там имперцы Там имперцы А, нет, повстанцы Они тебя очень не любят Крайне Ты им очень не нравишься Ну, ладно На Кантонику Подлечу Раз, два, три, четыре, пять Пролетел на Кантонику Это ВКонтакт Теперь действия Работа Рейс на Кассель На Кассель это недалеко Ну, ты начинал Вся, ну, отсюда Не, не, не Там Тантерндец Я проходил это задание Там влияние, сила, тактика, знания Пилотерно Там все надо Там, там, там Тантерндец Там реальный трындец Работа Такое А, скинул бластер Броник Уже три косаря У меня всего два Ладно, плевать Ну, тебе дают броник У тебя три косаря Постоян здесь Плюс Толчатый, плюс два Ограничная Одна броня Может, понятна Плюс две жизни Так, хорошо Плевать Действий больше не хочу Кража Фавьера Разыграть карту Классно Вот, теперь Наконец-таки Мы посмотрим Как выполняется работа Здесь вот есть этапы Их нужно по Все по порядку Разыгрывать Первое Вы собираетесь Украсть фавьера Который считается Фаворитом Завзрастных скачек Но сперва Нужно найти брешь Системы безопасной Проведите проверку знаний У меня есть При провале Работа провалена Так, подожди То есть, если он сейчас проваливает проверку То сразу Ты можешь еще заявить Что у тебя Я хочу Один раз вход Да, один раз вход Высоко квалифицировать Я в знаниях Раз можно Глаза тоже катят Прошу Прошу Можно вот не Завязать Вы узнаете Что поздней ночью Узнаете Что поздней ночью В стойлах проводится смена караула Это ваш шанс проникнуть внутрь Проведите проверку скрытности У меня есть Прошел При успехе Перейдите к этапу 4 Перескочил один этап Теперь нужно усмирить животное Тащить его на корабль Проверку силы Да Есть Справился Поздравляю При успехе работа выполнена Что сделали Работа выполнена 10 косарей получил Ваша слава увеличится на 1 Это все убираем Из игры Это И у тебя цель корабля выполнить Ну тут не повесится Можно я сам А Че ты за меня играешь Запарил Да оставь За работу он начисляет 10 Выполнил работу Раз Выполнил работу Теперь Выполнил работу Когда у меня есть один груз Цель корабля Цель корабля Еще на 1 Переворачиваем И теперь у него Ангельский ковчег Теперь Плюс 1 За каждую вашу работу Полет Полет То есть чем больше у меня работы Тем быстрее Тем быстрее корабль летает Угу Чем быстрее давай Надо работать Теперь ходить И играть за себя Полетело Раз Два Три Четыре Пять А у меня с ними положительные Ассоциации Раз Два Три Четыре Пять Вот здесь ты Да Ну да Окей Ну рынок Вместо контакта Не я не хочу контакта Там прикольные бывают Нет патруля Если у вас плюс в альянсе Нет у меня Если у вас нейтрально в альянсе Вы испытываете проблемы с двигателями Вынуждены отравить сигнал бедствия Никто не отвечает Приведите проверку механики Предправите Ваш корабль получит 2 урона Ну у меня есть Ну короче Контакт ни о чем Два урона тебе Ну у меня есть механика И че Ну а Если у тебя Если у тебя было две механики Тогда бы это работало Ну два урона Поломало мне корабль Все равно новый собирался покупать Наконец-то Износился Повреждения с нового корабля Да Они как бы не переносятся Да Довольно же корабль Это логично Так Че Мне можно ходить Да Ну полетели Потихонечку Так Короче У нас Раз Два Три Четыре Пять Шесть Тоже не долетел Че Что-то мы тут все собрались Контакты А рыночек нет? Да я же в космосе А в космосе Окей Так Нет патруля Среди хатов У меня положительная репутация Или нитро Один из ваших осведомителей Среди хатов Дал вам координаты Космической станции В этом регионе На которой разместился Черный рынок Выберите колоду рынка И расскройте Три верхней карты Этой колоды Можете купить Одну из этих карт Затем перемешать колоды Отлично У меня денег нет Давайте ничего Не буду перемешивать Просто не хочу Нет Можешь просто помешать Что всем Да не надо Раскройте Три верхней карты Из этой колоды Можете купить Одну Затем перемешайте колоду Я не вижу В этом смысла Потому что денег нет Не хочу Лишние телодвижения Да Согласен Давай, ходи. Так... В пиндюрить повстанцев, что ли? В пиндюрить повстанцев. Да запалили они мне летать. Летать тут. Новый полетер. Блин, это у меня на Монкула Марио еще задерживаться. Белки-палки. А, мне ж надо на Монкула Марио. Да, мне надо на Монкула Марио. У меня там работка есть. А куда на Налхату мне надо ввести? Далеко. Далеко. Это тысяча. Нет. Встаю здесь. Взял себе два косаря. Взял себе два косаря. Скинул работу рейс на косель. Тот еще геморрой. Угон грузового корабля. Пилотирование, сила, механика, тактика и космический бой. Тактика есть? Ну, есть вариант пройти. Да, я его возьму. Нельзя накупить на кольце Кафрена. А тебе просто для скорости хотя бы. Кольцо Кафрена. Ядрить. Ладно, пусть для скорости будет. Ну, у тебя там движков сколько? На восемь будешь летать. О, Империя. На четыре ко мне летит. Где они? А то они вообще еще не ходили. Раз, два, три, четыре. Они слишком медленные. Их тебе что не волнует вообще? Да, им плевать. Ходи, Вов. Подожди. А, у тебя же контакт. Да. Подожди. Все, корабль новый. Какой-то он странный. Агрессор. У тебя что, стартовый корабль? Подожди. Подожди. Вы меня забили. Я скинул. Для рынок. Они полетели. Ты взял ее. Ладно. Пофиг. Ну. Я хотел другое. Я вот эти две тысячи брал не для этого. Ну, переиграй, ладно. Чуть-чуть переиграй, пожалуйста. Верни этих. Ну, переиграй, верни на старт. Его под низ. Угон грузового корабля не буду. Я хочу сделать вот так. Десять. Четырнадцать. Пятнадцать. И протонные торпеды себе. Модификации. Что, дают? Плюс один к силе. И если я убью кого-то, у кого загадишь. Да, да, да. Я вот за счет этого победил в прошлой партии, кстати. Грустно. Вот так я хотел. Работа. Легендарная. У тебя работа там выпала. Ну, не ему вообще. В принципе, у нас должны полететь все вот эти цветочки. Вот они, кстати, к тебе летят. На три. То есть так. Раз. Два. И на меня. А тут я выбираю. Да. Выбирай. Ну, на него, потому что... А мне все равно. Мне сюда они не нужны. Да тебе-то все равно, я знаю. Ну, а мне хорошо, кстати. Хотя у меня на моем кламаре заработка. Угу. А что в моем кламаре тебе? У меня вообще на Кесель. О, я что, я Кесель пропустил. Молодец. Пролетел. Я почему-то на Кантонику летел. Музычку заслушался. Вон на Монт-Каламаре. На Монт-Каламаре слетаем. Знаешь, когда в маршрутке... Да, да. Предрыв читал. Я хожу. И проехал свое место. Полетел. Раз, два. О! И началось. Сдал лобота. Получил 10 косарей. Сейчас начнется. 10 косарей за лобота. Сбросил вон там. Ты эту Славу не забудь. Слава получил. Сдал эту. Следующий корабль. Покажи мне. Рынок, в смысле? Да, рынок. Ну же говори, рынок. Хочу рынок. Другой корабль хочу. Что там? Любой. С тремя повреждениями. А, любой с тремя повреждениями. Замечательно. Да вот, на. Да ладно, я и так посмотри. Ну хорошо. Ну давай так посмотри. Давай честно. Нет. Я пока замешаю. Угу. Ну сейчас он выберет какую. Ну перевернутый. Нужно тут вот так. Ну там четырнадцать косарей. Не забывай, что ты можешь как бы в бартер. Четырнадцать плюс шесть. Двадцать. Ты можешь за двадцать. Если пушку сбросишь. Да. За двадцать. За двадцать. За двадцать можешь взять. Я знаю. Огневержерство. Ну то РАП-1 бери что-то. Ну кайфовый. У него пять атак. РАП-1. Ну да, я наверное возьму РАП-1. Ну в смысле, ты вначале берешь не РАП-1, а который... РАП-1 берешь. РАП-1 берешь. Нет. Лучше там цель корабля. А, нет. РАП-1 берешь. За двадцать человек в вашей области. Должно поехать. Да. Огневержерство. Цель. Это продал. Это сбросил. Деньги тоже ушли. Вон там с тремя повреждениями. С тремя. С тремя. С тремя. Ну для тебя восемь. Хорошо. Для меня восемь. Раз, два, три. Действие. Отдай роботов. ой 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 вот это действие иметь в команде два дроида как только вы это перенете эту карту и ваша слава уличка славы и что у тебя там новая один раз за бой может перевозить когда вы должны быть побеждены можете сбросить один из своего члены карпажа в этом случае вы не побеждены и вы станете все повреждены несенные вашим кораблю и персонажу ну это сброс или поднес низко ну фигня-то не фигня неважно а теперь будем грабить казино контакты у тебя работа до вами работа ограбление казино номер 42 вот это интересная штука давай ограбить 1 клуб а дай был ответь охранника болтовнёй провести проверку влияние у меня на есть при поваре работа провалена прошел до прошу у меня даже ну и вы пытаетесь сдавать компьютерную систему чтобы добавить на ваш счет немного кредитов проведите проверку механики механика есть есть но ты нет не прошел я не проснулся при провале прибавить вас получает одно повреждение и вы переходите к этапу 4 в комнату врывается поднятая по тревоге охрана строите в наземном бою против местной службы безопасности 3 у них до до 3 0 2 победил в бою если вы не побеждены эта работа выполнена получил 15 косарей с картой чё надо сбрасывать из игры ну там не написано на этой уберите карты забери убедите карты из игры обычное задание сразу по работе да но выходит из игры я закончил закончил вытри мон каламаре полетели на мон каламаре прилетел рынок не будем играть хотя вот это пролистаем может бесплатный будет нет за 1000 пытаюсь выполнить работу реликвия из прошлого на мон каламаре карта номер 49 давай шанс есть но такой себе вам нужно расшифровать карту чтобы найти вход в храм проводите проверку знаний о при провале работе сразу провалено знаний нет ничего не знаю все только крит поможет только крит вы проникаете в храм но от первого же шага срабатывает ловушка нужно быть осторожнее проводить проверку скрытности 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 нет вообще одно лучше и лучше да смотри как дыр горит да понятное дело прошло круто же прошел дальше вы снимаете драгоценную религию с постамента но зал быстро начинает заполняться водой с потолка срывается огромный валун и перекрывает единственный выход из зала проект ну тактика у меня есть так конец а ну в общем-то успех и опять скриптов не ну ты не действует так работа выполнена при успехе работа выполнена да работа выполнена и я получаю пять тысяч и слава увеличивается на один пять тысяч от слабенько ты что за реликвия такая дешманская но а нет это у меня надо доставить этого гада уберите карту из игры все ходи до 2 косыря первое действие выберите другого игрока в вашей области его персонаж или корабль получает два повреждения если у него положительная ампутация империю тебя нет два пара день твоему кораблю все война все наличится был так он все равно бесплатно поэтому так теперь рынок мне нужно скинуть вот это да вот работу она десять тысяч и дорогая услуга синдиката налхата где налхата у нас вот нормально можно взять все и был счетом знания знаний и перца эти о бракшин вместо контакта хотел их воспитать вот они воспитают хотел драться поделись у меня четыре у них три сначала ты их-то порвало как мощь когрелку 5 кидай за них 33 ну 5 короче там уже без вариантов да кажется они тут поверят один один но мне один их я убил 5000 за них и на твои рис новые да да x-wing а что значит одна звездочка это значит слава из победишь этот ушел из игры это ушел единичку бери пожалуйста да чем был контакт мой починимся пока я была обязана чиниться рынок да рынок вот это уберем это возьмем что там оружие да куплю винтовочка будет кто полетел да тогда встал опять ну а че они могут еще улететь а я могу отсюда улететь да они же ну да да главное не остаться в конце хода главное к ним не войти но они к тебе пришли все они полетают к тебе зачем вот затем что ты можешь контактировать не с ними тебе все в азартные игры сыграй классная тема деньги есть ментал деньги на кантонике сыграй в азартные игры офигенная тема давай там все зависит давай читай кантоника читай казино всегда выиграешься если конечно вы не будете жульничать можете потратить крылья косаря или меньше чтобы провести проверку тактики че ну менее при успехе получите вдвое больше потраченной суммы при провале вас пациент получает до упреждения то не буду с ними играть можно не на тактике у него нет я тоже я не буду с ними играть ну надо жульничать но это не самая интересная азартная игра ну ладно дальше мы летим раз два три в мальстреме закончил не то смысле в прямом а мальстрем это особый контакт мы наткнулись на обширный рой каменных обломков проведите проверку пилотирования нет работник по найму есть при успехе сделайте дополнительный ход целый при провале передвиньтесь на одну область ваш корабль получает два повреждения ну в принципе мне не страшно получить повреждения ну да тебе пофига давай тебе ж на кассель надо не буду сбрасывать мне на кассель надо а можно просто так напасть на игрока нет я только я же говорил только по указаниям карт нельзя о крит дэн бомбит дарил под столом сделайте дополнительный ход причем полностью ход я прилетаю на кессель вот это мальстрем тема слушай не зря я сюда поперся прилетаю на кессель выполняю свою охоту вот этого гариндана я привез доставьте жетон гариндана на кессель чтобы ваша слава увеличилась на два раз два ваша репутация в альянсе увеличилась на 1 а вы получили 7000 после того как вы получили награду с этой карты у перейти из игры ваша репутация в империи уменьшилась на 1 помог короче чуть-чуть о я были и по 3 повреждения наносить потому что у меня отрицательная они положительно теперь я выполнил цель корабля доставить жетон встречи указанный на одной из ваших карт охоты как только вы это сделаете переверните лист ваша слава увеличивается на 1 чё это вдруг луч захвата когда другой игрок внимание передвигается в вашу область вы можете заставить его закончить движение все могут стопорить короче всех отбрасывающий тень теперь у меня три члена команды может быть так это были действия теперь еще контакты на кесселе а еще рынок может он по антике 12 косарей у меня есть так что там наводящий компьютер один раз за космический бой можете перебросить любое количество своих пустых результатов пустых но неплохо не самая лучшая тема конечно конечно компания самая лучшая яичко разбиваюсь компакт как у если я могу взять самый дорогой корабль взять да да, на каждого 10000 3 команды, еще цель корабля выполнять, да, беру 10 и вот 10 да легче продать корабль, 10 и вот 10 алло, я думал, это 30 не, он по идее уходит, тот корабль я же его в бартер отдал, он отдал обратно, там-то в картер побольше нет ну не купите его, пусть тут лежит карта кстати, мою карту тоже надо было оттуда убрать правильно, его теперь можно купить только как поддержанный корабль, все логично ну нет, просто мою карту оттуда надо было исключить он-то уже на нем налетал? зачем? я убрал вон она лежит теперь у меня цель корабля доставить 1 груз в тот момент, когда у вас есть либо 2 модификации, либо 1 модификация член команды Чубакка как только вы это сделаете, переверните этот лист 36 на 1 ооооооооооо 2 модификации да, именно медведь, так и сделаем Хе-хе-хе что, Бакку надо? либо 2 модификации 2 модификации, это дорого так, ну что, контакты на кесселе на кесселе, что у нас там? незаконный груз, о, давайте можно получить незаконный груз, я так подозреваю, я люблю это делать Если у вас положительная репутация в синдикате, нет Если у вас нейтральная или отрицательная Ваши новые друзья, в кавычках, собирают дань Можете потратить 2 косаря, чтобы ваша репутация в синдикате увеличилась на 1 Да, давайте Вот вам, пацаны Здорово, отец Бабло гони Все Ходи Мой ход, я прилетаю на Ортмантел Что это? Это контакт нужно сделать Хорошо, сделаем контакт Теперь рынок мне нужен Рынок, а чего у него? Можно что-нибудь купить Наводящий компьютер, один раз за космический бой Может перевозить любое Модификация Она у меня одна Грузы, мне нужны грузы Грузы, кристаллы, кокси Нельзя купить на релоте, нужно лететь на релот Релот, вон он Мне все равно летит на Налхату Поэтому да, возьму груз Почему бы и нет А, он результат Нет, давай мы скинем груз Вот этот Возьмем что-нибудь нормальное Чпоньк Чпоньк Незаконный Нельзя купить на кеселе Нету А кесель это где? Вот Ага И везти, видимо, на кесель Везти на кесель, да Незаконный Нельзя купить там, то его надо везти туда Да Я возьму За два кеселя без проблем Могу себе позволю Взял Теперь Контакт Действие Хотел бы я тебя еще раз треснуть Но не могу Поэтому контакт Проведите проверку силы или пилотирования У меня Ни того, ни другого нет Я же тебя попросил, блин Не забирай его пока Пока я не сделаю такое Спасибо тебе Да ты тоже кенщик Я говорю, что у меня есть сила Да это никого Нормальный Сейчас скрип Вот Все нормально Мешка будет Получите пять тысяч Итак У меня Вот это задание Безопасный путь Сделал я его Силу или пилотирования Прошел При успехе От работа выполнена При провале Бла-бла-бла Награда Получите пять бабла Я получил Брал же я, брат У меня было пять и три Вот я взял награду Ваша слава увеличится на один Чпонь Уберите эту карту из игры Убрал Где она? Нет, я кстати могу с любым сразиться Тут написано Цель корабля – контакт Да Иди шлепни его Хорошо Он и так выиграл Что, простите? Ваша слава увеличится на один Нет, ничего Можно я даже дохожу А потом ты будешь вставлять свои пять копеек Личная цель Выполнить две работы Выполни Как только сделаете Перевернуть карту Слава на один И теперь У меня есть Навык еще Планирования Если Вы на планете Или в узловой точке навигации Выполнить действие рынок Это не мешает вам Выполнить действие рынок На вашем этапе действия Это при планировании В самом начале Это я Это кто брал груз? Это я брал груз Ты брал груз? На три империя Ну империя мне не страшно Мы с ними друзья Раз, два, три А я нет А ты где? А вот он Мы тут все Надогнать имперцев Все На этом полукольце Здесь Надогнать имперцев туда Стои со всеми остальными Я вообще садим Да он тоже Только с этими Все Это был контакт Правильно Это был контакт? Это контакт? Да Все Все Полетело Раз, два, три, четыре, пять Возьму работу Ух ты Смотри Бошика надо найти Где же его искать? Бошики Хоп Да знаем мы где Бошик живет Полетели эти на три Да он здесь живет Я его взял в контракт На три эти полетели Империя К тебе Да Раз, два, три Ну у них других вариантов нет Вот А там Кто там будет? А что там дальше Это будет? А да Что интересно Получить А ты взял Краденый Груз взял Какой? Нет Я взял Бошика А почему Это Полетели Вот на три Три Империи А Все Все Правильно Я просто думал Ты вот этот Сыграл Контакт Бошик Шестое Нет Мы его хотим Просто побить Да Денис Сколько у него Три силы Давай я брошу Денис Денис Бросай Давай Три У Бошика Три У Бошика Так На тебе Два Ой я могу Ты проиграл А за что? А потому что Я так могу Один бросил Да Один раз за бой Смотри Атакующий побеждает При равенстве Но два урона Ты получил Забирай Бошика И получай два урона Когда вы должны Побеждать Нет Бошика Одну из своих Во время Натемного боя Каждый из результатов Это считается Одним повреждением К250 Хорошо Один А не два Бошик мой Бошик мой Мой О мой Бошик О май Бошик Все мы закончили И надо его везти Куда На ухату На ухату Это неподалеку На следующий ход И прилечу Так А мне нужен Раз Два Три Доп Сычку Мне нужен Член команды Блин С Кеселя Улетать Так Короче Долго А ну я же На семь Теперь летаю Раз Два Три Четыре Пять Не в любом Случае Не долетаю А че с рынком А с рынком Я вон там Точно Либо через Мальсторм На Кеселе Делать нечего Вообще Может через Мальсторм Долбануть А Карен Ну через меня Потом Пролетишь Да у меня Как бы особо Ну работы Нет Мне нужно Брать работу Чтоб понимать Куда лететь Ну или Давай я наверное Две тысячи возьму Или контакты Открывать Пока не полечу Никуда Мне нужен Новый член Команды Вот сюда Можешь прилететь На семерку Нет Все я Нет Как Раз Два Да вот отсюда Вов Смотри Он же Раз Два Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь А на наухату Ты прилетаешь И берешь Зелененького Чувачка Только мои Движки Меня спасли Так Хорошо Рынок Рынок Возьмем охоту На четыре лома Его нет ни у кого Да Это два зеленых Да Да Это два зелени Зелень там Зелень там А Зелень у нас вообще Нет Вон Все четыре Все закрыты Можно было заменить Ну вот еще есть Не важно Открывается Новый Никто никуда Не летит Вон Мощный Какой-то Да Да Это по Этому По последней трилогии Сделано А Да Кстати Ага Она так появилась Маска Как и этот появился Только в Изгое 1 Как и этот Изгое 1 Просто по вселенной Ну да Ну да Вот этот Он Вленда Кавриси Она как Вот тот Чувак Так все Контакты В классике Черный А Слушай Этот же у меня Его здесь Не должно Вообще быть Да Вот там Блестящий Фик Вот этого Открываем А что тут На Нолхате Блин Я уже Я не видел Честно На Нолхате Кредиты Либо Охота Ладно Давай с этим Проконтактируем Можно взять Сторон Понда Баба Понда Баба 20 Понда Баба Опа Вы ему Не нравитесь Но его мнение Легко поменять С помощью Горсти Кредитов Проведите Проверку Силы Уходишь У меня Две силы Я высококвалифицированный В силе Понда Бабе Ты не нравишься На мне Все равно Я тем более Крит бросил Поэтому Понда Баба Твой При провале Так Независимо От результата Проверки А При провале Он бы еще Менее Накузил На два Повреждения Независимо От результата Проверки Можете потратить Три Косаря Чтоб Получить Этого Члена Команды А что он Дает Он дает Силу Ну мне Третья Уже Не ледит Если Во время Наземного Боя У вас Выпало Хотя бы Два Результата Глазик Вы побеждаете В этом Бою Независимо От результата Вашего Соперника Но Два Глаза Редко Выпадают Нафиг Его Не нужно Пандабаба Просто Открыть В Планировании Если Вы На планете Или В узловой Точке Навигации Вы Уполните Действий Рынок Я Хочу Скинуть Вот Эту Посмотреть Что Там Груз Подарок Для Джабы Нельзя Купить На Татуине Ну и Везти на Татуине Логично Да Ваша Слава Уличе На Двадцать Тысяч Подарок Для Джабы Они Чего Случай Денег Знаешь Сколько Ты Хочешь Что-то Подарить Джабе А не Просто Слава На Сколько О Так Это Мощно И Репутация Ухатов На Один Это Как Да А Где Татуи Да Вот Он Офигеть Так Надо Где Надыбать Бабло Для Когда Вы Побеждены Сбросьте Одного Своих Членов Команды Ну Это Да Это Мощно Два Это Четыре Два Цак Это Как Мой Корабль Ему Подарить Ну Да Это Джаба Голова Мафии Татуина Да Ты Приходишь Ко мне С подарком Но Делаешь Это Без Уважения И Все Так Два Два Четыре Займите Тысячу Один Две У меня Нет Могу Занять Давай Вот Вова Ростовщик Знаете Штука Подожди Я краденый Пропился Куда На Кессель А Я Туда Все равно Не Дальше Не Нужны Не Нужны Я Беру Знаете Штука Зачем Один Сказали Десять Одиннадцать А Я Туплю Это Мне Будет Пятнадцать А Мне Нужно Двадцать На Так Можешь Продать Протонные Торпеды Будет Пятнадцать Да И пять Тысяч Вот Здесь Но Протонные Торпеды Ему Нужны Протонные Торпеды Но У меня На самом Деле Я Поссорился Только С этими А Все Остальное Мне Пофигу Да Давай Протонные Торпеды Просто Два Дают Славы При победе Это Мне Не Нужно Чтобы Взять Эту Славу Нужен Военный Корабль У меня Не Военный Поэтому Я Продал Вот Так Да Хорошо Принимается И Взял Подарок Для Джамма Видимо Протонные Торпеды И Немножко Еще Протонные Торпеды И Немножко Украсил Страфика С На Три А Ну Это Мои Друзья Нормально Раз Два Три Мои Вариант Это Пусть Летят Работа Новая Появилась Нет Особых Навыков Кстати О На Десять Косарей Это Работа Подожди Это Было Мое Только Действие Планирование Сейчас Теперь Планирование Я Буду Выбирать Что Делать Наверное Лететь Естественно Логично Правильно Мне Нужно На КС Это Не Вместо Планирования Где Написано Если Вы На Планете В Зловой Точке Вы Планете Действие Рынок В Планирование Ты Одно Действие Или То Из Списка Или То Что У тебя Предваряется Текстом Планирование Чувак Которого Можно Нанять Потому Что Команда Пустая Нет Подожди Тогда Давайте Я Просто Думал Что Это Доп Тогда Будем Считать Что Я Это Сделал Рынок Хорошо Вместо Рынка Вместо Рынка Я Нужно Сделать Прилететь На Планете Я Сейчас Просто Нужно Сделать Так Чтоб Я Оказался На Планете Правильно Я Кораблю Кораблю Хотя Подожди Можно Вот Этому Чуваку Да Вот Этому Давай Чуваку Хорошо Сейчас Ты Отходишь Всего Четыре А чья В космосе Контакт Будешь Летать Тут Ко мне Сразиться В космическом Бою Цель Корабля Контакт Против Игрока Вашего А Ну Тебе Тут Остаться Надо Ну Давай Окей Подеремся Ну Прокачаешь Корабль Защит Меня Говно Вопрос Я Не против Задолбал Лети В другую Калаханку Лети Вот сюда Получишь Контакт Я могу Тебя Не бить Не хочешь Не буду Тебе Не надо Все Хорошо Не буду Договорились А я У него Не брал Ничего Я Сам Справился Я Самостоятельная Женщина Так Окей Сюда Я пролетел Мон Каламари Что там Работа Или Движение Конечно Можно Взять Чувака Нет Хочу Член Команды Мон Каламари О Тут Секрет Извините Читай Кстати Секрет Действие Хм Действие Действие Это клево Блин Через патрули Ага Ставлю А это Отдается А когда Отдается Охота Все Спасибо Охоту На рынке Можно взять Здрасте Нет Когда Она Отдается Отдается У тебя Там написано Действие Нет Это Действие А Вот Смотри Действие А Да Грустная Добыча Да Все Я понял Его вопрос Действие Так А Фуллом Вот он лежит Ё-моё Он открытый Уже Да Я в глаза Долблюсь Да Мы знаем Ходи Я Да Хорошо Полетели Раз Два Три Четыре Пять Дратути Действие О У него Секрет Сбросьте Эту карту И выведите Игрока В вашей области У которого Больше славы Чем у вас Хорошо И чё Ваша слава Увидится Знадзе А слава Твоя Падает На один Затем Ваша Эмпутация В группировке По выбору Этого игрока Уменьшается На один Выбирай Чё у меня Упало На один А ты Секрет Заня А член У тебя Упал Хорошо Всё Это раз И не вставал Это А здесь не сказано Куда её девать Не сказано Что её надо сбросить Поэтому она Завершила Ну ты мразь Репутацию повысил Думаю Теперь В действии Отдал Бошека Получил 8 тысяч И повысил Репутацию На 2 Ладно Хорошо Бошек Удалился Да Кидай сюда Туда Нибудь Да Вот Бошек Ушёл Купил себе Навигационный корабль Компьютер За 2000 Не Ну это был Конечно Свинский поступок Я тоже так думаю И в фазу Контакта Я на тебя напал За что? Просто так Цель корабля Контакт Покажи пожалуйста Можно я почитаю? Что там? Сразиться в космическом бою Против игрока Согласен У которого больше славы Ну только у тебя сейчас Славы 5 А у меня 4 Да я просто так напал Нет Читай Сразиться в космическом бою Против игрока В вашей области Даже на планете У которого больше славы Чем у вас Если победишь Получишь славу Так что Нет не напал Ладно не напал Уболтал Чёрт язык от Контактируем С планетой А чё это за планета? На лхат На лхат А чё это? А можешь с понда бабой Проконтактировать С понда бабой На фига Понда баба Понда баба Веди ты охота А давай охота Да На бери Охота На лхат На лхат Хатэ бери на новых заказах На поимку Получите карту номер 90 А Понятно 90 А это ещё один контракт Это типа стартовый 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 мы клали под низ Поэтому на тебе вот этот Там несколько Да Доктора поймать Звазна Доктор Ливси Ну взял Ну а у тебя выбора нет По-любому Да да Где он А ну его надо найти Звазна А это чё? Это кто-то купил сейчас? Я купил компьютер Да Купил компьютер И кто-то полетел К тебе полетели красные По станцам Раз Ну решай На три? Да Два Три Сюда или сюда? Вот сюда Ух слушай там базук Как гранатомёт Два в наземном бою Да За восемь Неплохо Лучше чем мой бластер Но только пять косарей Разницы нет Чё я хожу да? Да Ну ты мразь конечно Лети Получай популярность Так Мне надо вот к этому чуваку А что всё Секрета у тебя этого нет уже? Да не Мне нужна популярность Да это мне теперь две получать Ты же понимаешь? Это не скоро У Дениса четыре У меня четыре Ну ладно Вова ПВП Короче включил режим Раз Два Три Этих я прохожу Потому что они со мной дружат У меня тоже есть ПВП Четыре Папа или засл Пять Шесть У него альянс на максимуме А нет Надо Ампель Не На релоте закончил А на релоте не очень интересно Давай в космосе Его надо им перцами щемить Нет Хотя нет Вот здесь На релоте закончил Хорошо На релоте Так будем брать вот эту А Десять косарей Блин Вот эту работу Услуга альянсу Давай Помоги альянсу А у меня и так с ними всё хорошо Знания А Знаний нет Но у меня есть наёмничек Знаний нет Но вы держитесь Раз Два Три Налатал Надо лететь Аж Ё-моё А где у нас латал Латал Трубошатал Вот здесь Ё-моё Ну ладно Пофиг Если что переменю Контакт на релоте у меня Давай А нет Подожди У меня же свободный член экипажа Во Вот этого открываем Чубакка Это что-то там не нужно Да Большой медведь Мы сделали Я встретил Чубакку У меня на него что-то было Да Этот корабле Вот здесь Цель у корабля Подожди За свою долгую жизнь Чубакка отточил До совершенства Множества навыков Лучшего напарника И представить невозможно Если вы Хан Соло Ты не Хан Соло Можете просто так его получить За 4 косаря В противном случае Можете потратить 4 тысячи Чтоб получить Нет у меня Члена команды Указанного ниже И сбросишь на Чубакке Надо 4 косаря Ну вот Там лежит Короче Иди перехватывай Чубакку Да Я сейчас Свою сделал Легко Да не убирай далеко Пусть лежит Сейчас я получу Чубакку 4 тысячи Я приду Я его отожму Ну да В космосе Как я и хочу Нет Не обязательно На планете В земле я тоже с удовольствием С тобой сражусь 4 Да забей Меня тоже У меня плюс 0 и 1 Ну окей Дэн Ходи Получаете не больше 2 повреждения На земном бою я получаю Так все Тихо Заткнулись Я полетел на Нолхату 1 2 3 4 5 Здравствуйте Здорово Здравствуйте Молодой человек Прилетел Теперь Это у меня Контакт на Нолхате Ну в принципе Это нафиг не надо было делать Ну ладно 5 тысяч не лишним А я думал Вот эти Перцы А почему эти прилетели Должны были вон тебе прилететь А не Все правильно Рынок О работа Возведение памятника Ваши фанаты хотят возвести 10 косарей на стоит Нет такого Тебе 5 тысяч дать? 10 вернешь? Ты дурак что ли Откуда эти столько возьмут? Я не знаю Я думал У вас всегда так работает Спасение из шахт Знание скрытной силы Знание скрытной силы Есть Берем Куда надо лететь? Кесель Ну в центр Практически Взял Винцент Кесель Винцент Кесель Винцент Кесель Друзья мои летят Раз И прилетели Ожим Чудо наявили Интересная работа А да Вот они ко мне Здравствуйте Здравствуйте А они же нападают только на него Да? На меня не нападают Слово Богу Они не нападают На меня друзья А мне то нет Ну мне они тоже враги Но они не нападают Просто Значит ты останешься с ними В конце Должен будешь с ними контактировать Итак Контакт Место назначения на Алхата Я там Контакт Проведите проверку знаний Знания Я вкачиваю себе еще Одни Издания Поэтому я суперэксперт Замечательно Удача Удача При успехе Работа выполнена Награда 5000 Удача 5000 Ваша репутация В синдикате Увеличится на 1 Затем сбросьте эту карту Сброс поднись А это Сбросьте 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 значит Поднись колоды соответствующие Значит можно еще Ну там просто Нет Уберите из игры И сбросьте Разные вещи Все Контакт я отыграл Ну я полетел Владимир Показывай нам Что ты хотел Раз Два Три Четыре Пять Шесть А Чубаку все Уже Чубаку Я лучше вот здесь Вот получу И доктора Зивана Поймаю вот здесь Потому что он тоже здесь Потому что больше Его нигде не может быть Открывай А ну у тебя еще действия Там можешь на рынке Что-нибудь купить Блин Открыл столько денег Да я Молодец Я Молодец Я хорошо умею Че там Получите два Еще кубика в атаку На 8000 всего А это че Ну на троих Игра конечно Долгая Прямо Да почему Нормально Так Желтых этих искать А да нормально Быстрее получалось Очки зарабатывать А может прокнет Тут Вова просто подрезал Масканата Кого Масканату будем искать Альянс летит на 4 Она где-то тут лежит Нет Вот это Вот этот полетел Раз Два По какому пути Все Все Он будет со мной драться А вот это Да Это я Это там просто полетел Да Ну давай драться Чуть куда деваться 5 6 О я как раз Такие Контактируешь С этим самым С кораблем У него 5 И у меня 5 Давай Если победишь Кстати получишь Могу любое количество Перебросить А пустых Пустых Этот остался Это просто правильно Шулер Вот 3 3 Кидай 5 я за него бросаю Да Ты кидаешь Также 5 Но без переброса Хой Ну да Ну да Окей Я за него Любое количество Будет перебросить Хорошо Вообще 4 4 Ну 4 тебе По кораблю Кораблю Да 4 корабля Не Смотри Может у меня От корабля тоже Не Это по кораблю Нанесенный вашим кораблем Персонаж Подожди А да Мы восстанавливаем Просто не можем умереть Смотри Он помер Ты получаешь славу За то что уничтожил Этот патруль Этот сюда Этот вернул Этот у нас теперь 6 Ой А вот эти будут Непобедимые Ну и ладно У них там Прочерк То есть считается Что они Столько успехов Накидывают Что в любом случае Побеждают Ну уже крейсер Как-то нехороший С ними лучше Не встречался Это и так Эсминится уже Да Ну это Это Как Все Вова походил Я хожу Вова походили Эй Чушь своей Пошли Пошли К этому лететь Вова Раз кривучка Поставили Три Четыре Пять Шесть На корабле Походили Ты же Чубако Хотель Чубако Потом Мне нужно 4 косаря Чтоб Чубако Да У него же денег нет Просто два хода Постоял По два косаря Заработал Ну это долго Так отда Она у меня И я буду контактировать Я буду лома Бить Против лома Нет приема Четыре кубика Кто против него кинет Вова У меня тоже Кстати Четыре Четыре на четыре Ну кинь свои четыре Стоп Почему не восемьдесят А это проверка навыка Там два косаря Да Четыре на четыре Ну кидай Вова же очки упали Три Три Вова Давай Впендюриво Ноль Мимо Захвати Я умудрился Не попасть Я Эксперт Будешь Не кидаешь Кубики Хорошо Я не кидаю Кубики А стоп Ну это на планете Было Я бы мог взять Наверное Ничего Например Например У меня все Да ничего Все взято Все взято Не все Тогда давай Ходи Захватил Лома А куда Татуин Епическое Да недалеко Да два хода Что у нас там Заработали Жемчужина Явина Знание Тактика Влияние Скрытность Механика Жемчужина А нет Я уже пытался Ее не надо Спасибо О Я могу памятник Себе взять Не рукотворный Не рукотворный Любая планета Не этап Принадлежащий Группировке В которой у вас Положительная Синдикат Или империя Отлично Все Тут вообще поблизости Играем Смотри Делаем красиво Сейчас Смотри Полетел на Кэссель Это мои друзья Поэтому мне плевать Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь У меня как раз Семь Теперь Действия Рынок Беру себе Памятник Не рукотворный За 10 Косариков Кладу Вот сюда Здесь у нас Что Мои друзья Ну чуваки Зачем вы за мной летите Раз Два Три Четыре Ну может у тебя там Гнездо Им интересно Гнездо Они вообще через Майнстрим Можут летать Они могут летать Им плевать Да Они могут летать Без остановки Теперь Я хочу делать Контакт А подожди Ваша Какие ваши доказательства Умешаются на мне Какие ваши Контакты Теперь я тут же Этот памятник Буду делать себе Контакт Место назначения Любая планета Прилежащая группировка Которая у вас положительная Репутация У меня у синдиката Положительная Это синдикат Ну да Контакт Эта работа Выполнена Выполнена Ну хорошо Выполнена Ваша слава Увеличится на 1 Чпоньк Можете потратить 10 тысяч Чтобы слава Ваша дополнительно Увеличить на 1 Затем уберите карту У тебя нет Просто за 10 косарей Я увеличу у тебя У себя славу Ну у тебя же нет 10 косарей Я купил это задание За 10 И увеличил Можно еще было 10 Я понял То есть это Типа простое задание Но ты за него Заплатил Я за него заплатил Да Все Это был контакт Волх Ходи Полетел в Лотар Волх Взял Нет Контракт Брать Не будем Две репутации Всего Просто убей 2 патруля Да я знаю Нет Нельзя убить Просто 2 патруля Надо еще Кое что сделать Так Что там Каждая сказала Что у Юнчина Надо дополнительно У Юнчина 1 Надо 20 косарей Что продать Такое ненужное Модификация Пушку продам Ненужную Сколько Пятак Ну и доплачиваю Ну да Еще 15 Доплатил Модификация Теперь когда Моя слава увеличивается Моя слава ищется Ну и все Один патруль просто И теперь ищем Опа Смотри Это тот Кого мы ищем Голова Как можно Сразу треснуть Увеличится слава На 1 Еще на 1 И выигрывай Я выиграю Да Все Ну давай Сейчас убивай его Тебе 2 кубика Мне 3 кубика Хорошо Давай С перебросами Молодец 5000 получил Ну и что Давайте Как тебе играл Да хорошая игра Более конкретная Что понравилось Что не понравилось Стратегичная Знакомый сеттинг Как минимум Ты всех писаешь Знаешь Ну вот доктора Не знаю что Конечно Это непонятно кто Ну она Хорошая игра Подвесной С хорошей механикой Понятными целями И ну Мне понравилось Ну Хорошо Мы тебя услышали Что скажешь Он тоже где-то есть Он за этим кораблем Гоняется Там Лея как раз Это не корабль Дарта А кстати Ну что говорить Мне тоже очень нравится Эта игра Я вообще Вот Когда Только запускали Ну как Была новость О том Что ее выпустят На русском языке Я такой Что-то непонятно Очередная Какая-то Какой-то там Круг Херня Херня Какая-то Даже вообще Не парился По этой игре Тут Фил Такой говорит Ну давай поиграем Ну давай Попробуем Типа правила Разберем Хотя бы Посмотрим Мы сели Поиграли Круто И сегодня Вот сыграем Назад Реально Вот игра От которой Ты ничего не ждешь Вообще Ничего не ждешь И она так Внезапно Раскрывается Действительно Классно Здесь есть Все элементы Приключений Ты можешь заниматься Чем угодно Хочешь грузы вози Хочешь людей убивай Хочешь игроков убивай Хочешь патрули Там расстреливай В космическом бою Что хочешь Делай Реально Прокачка персонажа Ну как прокачка То есть Вот эти все Репутация с фракциями Прокачка корабля Новый корабль Купил Там Модификации Грузы Таскаешь Все персонажи Разные Действительно Разные Они играют Чуть-чуть По-разному Корабли все Разные И это круто То есть Ну она такая Очень хорошая игра Приключения Плюс Насколько я знаю Она стоит Не так дорого Эта игра Три пятьсот Три пятьсот То есть Ну для такой игры Это хорошо Единственный Ее минус Который вижу я Это огромное Количество места Она мне нужна Мы втроем Здесь еле-еле Поместились В четвером На таком столе Уже не хватит Ну Можно Там Ну можно И еще Один плюс Чтобы он Не говорил Но игра Все-таки Быстрая Ход Довольно Быстрый Ты не так Долго ждешь Своего Ну да Не успеваешь Ну только Если Другой игрок Там в приключении Задание Делает И то Интересно Послушать Максимум Пять Ну да Интересно Послушать Ты как бы Там Вовлечен Поэтому нормально Ты не сидишь Там где-то В телефончике Поэтому Не знаю Мне нравится Все хорошо У меня Вот тут был Еще секретик Можно было На Ладно Не буду У тебя еще ни разу Ни одного Не было У меня ни разу Одного За две партии Не было Ну вот Например У меня был секрет Беженцы На множестве Имперских планет Находятся В поисках Лучшей жизни Если Вы на Имперской планете Можете получить Груз указанный Выше И беженцев Отвести А беженцев Отвести Прикольно Типа тайная Да Привести На Такадану И ваша слава На один И репутация В альянсе Увеличится на один То есть Ну Вот Такие Какие-то Прикольные Штуки Которые Ты Держишь Тайно Вот У Вовы Была вообще Пвпшная Штуковина Да Да То есть Выпал секрет Так секрет Так что Как-то Вот так Мои Впечатления Я Скажу Что тоже На самом деле Ничего От игры Не ждал Ну я вообще К сеттингу Звездных войн Так прохладно Отношусь Ну как бы Знаю Что Ну да Классная Франшиза Классный Фильм Вчера Когда с Денисом Сыграли Я офигел Я сразу Так писать Короче Дэну Ну из Питера Сереге Говорю Классная игра Вам нужно По-любому В нее поиграть Потому что Дэн питерский Любит очень Игры-приключения И вот здесь Есть прям Такая Приключенческая Составляющая Особенно Когда вы Вот эту работу Проходите Там пять этапов Каждый пунктик Сюжетный Каждый вас там Ну Как книга-игра Типа Вас может Перебросить Там через пункт В зависимости Из того что вы набросаете Плюс Ну тут очень много Нарративной составляющей Именно сюжетной На картах Когда вы встречаете Персонажа На планете Ну понятно Что их тут Ограниченное количество И через несколько партий Вы их все прочитаете И будете знать Но Я уверен что будут Добав Потому что Извиняйте Перебью Потому что номера Здесь не все И видно что Специально какие-то пропущены То есть будут дополнения Ну вот Нарративная составляющая То есть здесь Достаточно большая Для фанатов Франшизы Звездных войн Вселенной Здесь очень много Именно будет таких моментов Которые они помнят Всяких отсылок Пасхалок Описание на карте Контактов Каждая содержит Там хотя бы строчку Но Текста художественного Это очень круто Это делает игру Вот такой интересной И живой То есть именно сюжетной Это вот именно Приключение Которое хочется видеть В настольных играх Ход игрока Здесь действительно короткий То есть ты не успеваешь Заскучать Прям летаешь по планетам Мне еще очень напомнило Элит Элит Вот эта вот игра Компьютерная Когда берешь задание Кого-то тебе надо Где-то найти Доставить Получить определенное Количество денег В зависимости от Сложности задания Тебе может там Выпасть далеко лететь Может быть поблизости И оно более выгодное То есть ты его просто На рынке видишь То есть в элит как Ты тоже прилеждаешь На базу И смотришь О, вот это задание Ну здесь попроще А денег платят нормально И ты его берешь Выполняешь То есть без особых Там этих Так же и здесь Вот Очень понравилась Механика Азартных игр На самом деле У нас вот за всю партию Всего лишь одна Один раз И там такое В предыдущей партии У нас ну раза Три-четыре Короче Работали азартные игры И они разные Реально Они разные Тебе вот Одна из механик Сейчас заспойлерю Но это как бы Не такой большой спойлер Прикольная механика Ты называешь число Тебе говорят Поставьте там тысячу Тысячу кредитов Если хотите поучаствовать То есть ты Ну типа за вход в казино Платишь И дальше Тебе говорят Бросьте пять кубиков Но перед броском Назовите число Если вы выбросите На этих пяти кубиках Больше успехов Чем названное число То за каждый Выброшенный успех Который вы назвали Получите Две тысячи Умноженное на это Количество успехов То есть грубо говоря Вот у меня пять кубиков Я называю один Есть один успех То есть я получаю Две тысячи выигрыш Но я бы мог назвать Три И получить шесть тысяч Но шансов Да Но шансы То есть ты типа как бы Реально ставку делаешь То есть рискуешь больше Я ему предлагал Я говорю шесть Называй нормально Да Либо там есть Можно загадать Значок на кубике И соответственно У значков Тут разная вероятность У крита вообще Одна восьмая У глазика Одна четвертая Вот И за каждого Там своя выгода То есть ты можешь Назвать крит И получить прям Очень много бабла Там Да Крит Ну нет Не выпал Вот Я не знаю Сколько там еще Но мы 3-4 посмотрели И я уверен Тут еще одна планета По-моему с азартными играми есть Татуин И вот это На Татуине тоже есть азартные Плюс опять же Вы как бы вроде бы Сами по себе летаете По планетам И Но с игроками Нет-нет Пересекаетесь И вот Есть взаимодействие Взаимодействие Составляющая Такая соревновательная То есть вы как бы За славу соревнуетесь Плюс Иногда вам нужно Еще и подраться А если тем более Кто-то взял Члена команды Себе на борт И он-то ему Бонус приносит Но он знает Что на него идет охота И ты реально Как бы его там Прикрываешь Там пытаешься С этим игроком Не пересекаться Который на него охотится Это очень сильно отражает Вот Смысл вообще Вот игры То есть наемники Да То есть они там По-своему вроде бы Как бы друг друга знают Все знают Кентуются Но нет-нет И кинуть друг друга могут То есть Вот И для фанатов Вселенной И просто Как бы такой Тематичной игры Она очень крутая Механики Здесь все узнаваемые То есть я вот Играл в игры от FFG Последние И старые Здесь механика контактов Она из древнего ужаса Из ужаса Аркхема То есть Вы вот в этом местности Можете Либо это Либо с этим Проконтактировать Открываешь карту Читаешь карту контакта Это древний ужас Проверки по сути Тоже модифицированная Механика древнего ужаса Когда у тебя есть навык И соответственно Больше вероятность Выгонять успех Если у тебя есть этот навык Любимые FFGшные Восьмигранные кубы Да Карточки Вот этой базы данных Это те же самые Кодекс Из Третьей редакции Ужаса Аркхема В фаллауте Тоже подобное Используется Когда тебе Говорят Достаньте карту Такую-то Ну они чуть по-разному Но все плюс-минус Одно и то же Ну рунбаунд Да То есть Когда у тебя рынок Разных этих Экипировок Когда ты можешь Корабли вот улучшать Вот это классно То есть у тебя Разный корабль Имеет разные слоты Которые ты можешь Вкачивать Менять корабли И все Вот это вот очень То есть Додумано И классно Ффг взяли Короче Свои вот Лучшие механики И совместили их Так что они Классно сочетаются И не затянутая И то есть Да блин Классная игра Это просто вот Она по-любому Войдет в топ лучших Моих В этом году Однозначно Ну вот В топ Например Открытие года Она сто пудов Войдет Я реально Ничего не ждал От этой игры И мне прям Прям очень зашло Из минусов Здесь на самом деле Ну вот Может быть Только рандом Как у Дениса Горела Вчера Вот реально Он бросает У него Три хода подряд Он пытался Выполнить миссию Да У персонажа Шесть Здоровья Шесть Короче Первым шагом В миссии Ему надо выбросить Крит Потому что навыка нет Нет вторым Вторым Первый навык Я прохожу Вообще Иначе Иначе он рану Получает И повторяет Эту проверку Он бросает То есть Шесть раз подряд Опять С первого раза Крит выкинул Он бросает Два кубика Шесть раз подряд Нет крита Нет крита Умер Вот еще раз Воскрес Еще раз Шесть раз подряд Нет ни одного Тоже самое А умер Воскрес Я все бабки Уже вы По трепещи У меня минус Я прохожу проверку Где крит не нужен У меня тоже Это работа Какая-то Первая проверка С критом Вторая проверка В той же самой Крит Четыре раза подряд Крит Он с восемнадцати Ни разу крит не уедет Четыре раза подряд Его кидаю Я реально видел Когда он Такой сидит И потом он Подъезд говорит Так Если сейчас успеха Не будет Я встаю и ухожу Успех Нормально А я сижу В голосину Просто ржусь С ситуацией У игроков У игроков Которым не нравится Рандом Вот от этого Прям в этой игре Они будут страдать Но если как бы Ну это Амери треш Не в том что это Это все таки Воровская игра Про всякие удачи Да Да Рандом Это здесь неотъемлемая часть Дело в том что Он здесь неуправляемый Смотри я тебя задушу Крит 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 Смотри Крутая тема Всем советую Советую всем Единственное что Не любит Неуправляемый рандом Управлять рандомом Здесь невозможно То есть ты Либо прошел проверку Есть перебросы У некоторых Есть Ты собрал Правильные сеты Что тебе Они больше Их сложно получить Ты берешь работу В зависимости от того Что у тебя за навыки И так далее У них разные обилки То есть рандом управляемый Мы этим не занимались Ну вот смотри, допустим В евроиграх ты каждый ход Независимо от того, что у тебя за предметы Естественно, я просто говорю Что ты такой управляемый и слабо Ну здесь он управляемый, но слабо управляемый Он управляемый Относительно других игроков Ты им управляешь А в евроиграх ты в любом случае Независимо, что у тебя за условия Можешь хоть как-то, но повлиять на рандом Хоть как-то Да я же просто рассказываю, что такой управляемый Слабо управляемый и неуправляемый Неуправляемый в монополии Когда ты просто бросил кубик и все Ты на бросок и вообще никак не можешь повлиять Слабо управляемый вот в этой игре А в евро, ну типа управляемый Ну и то не во всех Ну в замках Бургундии там, например Ну хорошо, там кидают И на 1 единичку ты уважаешь Спасибо большое за пояснение По поводу рандомов, Филипп Это было очень познавательно И я даже частично эту информацию записал Смотри, вот тут ничего нету Ладно, все Мне намекают на то, что я уже много говорил Все, всем спасибо и до новых встреч Уже все равно все выключают Да Они выключают на первой минуте Когда тебя видят в кадре Да Все, всем пока Опять я кучерял Вова в космос полетел Чтоб творить там беспредел Только ход свой начинает Вова сразу побеждает Дэн купил себе торпеды И украсил их к обеду Он заплел торпедом дреды На корабль себе Фил очень долго медь копил Был корабль тот подержан Старый, ржавый, без руля Утром грабим казино На кантоне Киано Чтобы славно погудеть Сперва надо попотеть Мы наемники лихие Корабли у нас стальные По планетам мы мотались За работы мы все брались Субтитры делал DimaTorzok